Доброго времени суток, мои приятные молодые люди. Вы на канале Приятный Руслан или Усачев Ильдар. Можете называть как угодно. Главное лайки ставьте. Лайки – это самое важное, что есть в нашей жизни. За лайки – да. За лайки – да. Это говорят классики. Самые старые люди в интернете, самые красивые, самые модные, самые милые. Не пришли сегодня. Не пришли сегодня, поэтому мы с Русланом... Отдуваемся за них. За них. Руслан, 33 года, Санкт-Петербург. Я еще не решил, кем стану, когда вырасту. Пам, пам. Мы отправляемся на Северный полюс. Мне кажется, невозможно правильно произнести. Ну, я не знаю, это типа какая-нибудь гусеница или что-нибудь такое. Польша. Тимати – это гарант плохого качества. Я подготовился, я взял нам перекус белорусский. Я взял нам запивун белорусский. Ты прям... Так что... Отпробовал белоколу? Я ее последний раз, типа, лет 15 назад пил. Прям даже интересно. Я и это не пробовал, и это не пробовал. И мужское, и женское не смотрел. Так что все в первый раз будет. Блин, теперь я хочу, чтобы ты начал тогда с белоколы. Давай сразу тест будет. Насколько она отличается от иранской колы? Иранская кола – это обычная кола. Так, а эта? Она как будто с лимоном каким-то сразу добавленным. Вот, это хороший комментарий, нормальный. Она, знаешь, типа, по ощущению, будто менее концентрированная. Будто бы обычная кола, типа, немножко выветрилась. Жизнь постояла. Но она не такая газированная. В общем, ребята, мне немного тяжеловато сегодня. Идет четвертый день празднования моего дня рождения. Я поднимаю этот бокал за ваше здоровье. Руслан со мной чокается. Что хочется сказать? Мужское, женское. Я в Телеграме попросил вас написать, что бы вы хотели посмотреть вместе со мной и Русланом в интернете. Было пару комментариев беременов 45, и где-то 900 комментариев мужское, женское. Поэтому я подумал, ну, раз такая уникальная возможность сложилась, мне кажется, не стоит ее пропускать. Это будет мужское, женское и детское еще. И детское, и старческое. Пенсион. О, ты пробовал, кстати? Нормальные чипсы я пробовал. Это потому что Влад твой друг. Не, Влад мой лучший друг. Это реально, мы с детства прям знакомы с ним. Вы мне посоветовали, точнее нам с Русланом, посмотреть ролик под названием «Неуловимые попрошайки». Это свежий выпуск. Свеженький всего 10 лет. Да, 17 апреля он вышел. Вот, и я прочитал описание. В целом он мне понравился. И сегодня мы будем лицезреть на то, как Руслан впервые в жизни будет смотреть вообще какое-либо телешоу. Это же наверняка до этого времени не было. Ну, я мужское и женское не смотрел. Вообще никакого. Вообще ни разу. Я знаю, что там есть Гордон. Да. Я надеюсь, что это как на Кликлаке выходило МЖ, где соревновались. МЖМ. Такое не выпустили. Понял. Где Эльдар с Ирой смело соревновались, там, типа... А, я помню, это очень давно было. Да, такой формат. Я надеюсь, что здесь они так же соревнуются. Так и есть, по факту. По факту так и есть. Тогда супер. Только это все еще приправлено некоторым количеством бомжей, немножко бедности, трэша. Это как Кликлак вначале. Все, супер. Потому что ничем не отличается. Андрея Прокофьева там нет, если что. Подожди, мы еще не запустили. Именно в этом можно появляться, как в Кликлаке он не сразу появился. Ребята, мы желаем вам приятного просмотра. Надеюсь, вы получите просто невероятное удовольствие. Ровно настолько же, сколько я чувствую тепло Руслана относительно себя. Поехали. В общем, недавно был на одном мероприятии. Общался с людьми. И знаете, многие из них до сих пор в поиске своего призвания, любимого дела. Люди хотят самореализовываться. Кто-то, например, хочет сменить вид деятельности. И в современном мире это абсолютно нормально. Вообще неважно, какой у тебя возраст. Если вы тоже сейчас находитесь в поиске себя, или, возможно, хотите сменить работу, то я вам очень советую присмотреться к сфере IT. А погрузиться вам туда поможет курс IT-специалист. С нуля от онлайн-школы Skill Factory. У этой сферы масса преимуществ. Во-первых, средняя зарплата у IT-шников гораздо выше, чем у других профессий и для middle уровня составляют 200 тысяч рублей и выше. Во-вторых, у IT-специалистов есть льготы по ипотеке, отсрочка от армии, что очень круто. И, конечно же, стабильность, ведь работа есть всегда. В-третьих, актуальность. IT развивается стремительно, и все сферы бизнеса проходят через цифровизацию. На курсе Skill Factory в течение первых двух месяцев вы будете проходить профориентацию и познакомитесь с девятью наиболее востребованными направлениями в IT. Далее вам предстоит полностью погрузиться в выбранную сферу и на практике решать кейсы реального бизнеса в сопровождении практикующих менторов, которые будут поддерживать вас на всех этапах обучения, что позволит в итоге стать полноценным специалистом. Обучение проходит онлайн, Поэтому материал можно осваивать в своем темпе, совмещаясь с работой или учебой. У Skill Factory есть карьерный центр, который поможет вам оформить резюме и подчеркнуть ваши сильные стороны. А после прохождения курса вы сможете найти работу мечты не только в России, но и за рубежом. А если трудоустроиться не получится, то школа вернет вам деньги за курс. Это просто невероятно. Так что, если хотите стать востребованным IT-специалистом, переходите по ссылочке в описании. Используйте мой промокод ИЛЬДАР и получайте скидку в 45% на курс IT-специалист с нуля. Ну а мы начинаем. А, я тебе объясню правила. Ты новичок в этом. Ты новичок в этом. Смотри, мы говорим, даем комментарии только когда шоу на паузе. Во время шоу мы не говорим. Хочешь что-то сказать? Да, я понимаю. Да, просто по пробелу нажал, сказал, все. А ты прям показываешь все 40 минут. От начала. Именно так. По-другому не смотрится, по-другому не интересно. Даже за оставку. Вот это можно помотать. Согласен. Добрый день. Вы все знаете. Я всегда задумывался, почему вот у Юлии Барановской такой голос. Знаешь, типа вот как у меня сейчас после четырехдневного такого алкоголя. Она тоже отмечает твой день рождения. Добрый день. Прикольно. Хорошо помните сказку Колобок. Который сначала от бабушки, потом от дедушки, от лисы, от зайца, от волка. Короче, от всех. Слушайте, ну Колобку-то простительно. Во-первых, это кусок теста. Откуда там мозгам взяться? Понятно, что мы смотрим. Тут даже и нечего добавить. По фактам раскидал. Анализ фольклора какой-то. Он вспомнит сказку Ганса. Нет, он думает, что про Колобка начало сейчас. Типа, что тебе не нравится. Он что-то заподозрил. Чего ты идешь? Сегодняшние герои. Взрослые люди. Трое детей. А ведут себя, как тот самый Колобок. Мне так нравится вот это, знаешь, погружение, вовлечение. То есть она прямо реально переживает каждую эмоцию. Каждое слово, которое она говорит. Возможно, она недавно прочла Колобка, ее впечатлило. Ты знаешь, когда ты прочел какой-то фильм, посмотрел, ты новое слово узнал, то он все равно вставляешь в разговор. Так же оно Колобок. У нее прямо глаза из орбит вылазят. Такая Колобок, что? Я даже на всем на работе об этом рассказать. Говорит, он такой типа, пиздец. Почему ты вспомнил? Он сказал, нажрутся усы? Не знаю, ты сам запретил говорить, когда они разговаривают. И нарушил тут же правила. Правила созданы. Штрафная белокола за это пьешь. Ну, слушай, не так плохо. Я думаю, за цену в два раза дешевле, чем обычная кола. Поэтому вполне нормально. Сегодня в нашей студии Мария Коваленко. Она скрывается от органов опеки вот уже четвертый год. Мария, здравствуйте. И пришла на федеральный телекан. Мария, у тебя проблемы. С логикой, блядь. Четыре года она держалась, но совершила маленькую ошибку. Она, знаешь, как в Джон Уике этот чувак, который под землей живет, которого никто не видел. И она такая, я прихожу на первый канал. Кстати, скажите, а... Мне кажется, она реально жила под землей все это время. Вот написано, скрывается. Про это написать, скрывалась. К нам-то вы зачем? Смотри, еще и текст правым глазом подглядывает куда-то. Прикольно. Приехали. Тоже прятаться? Не, мы приехали. Осуждают. Вот это лучше выглядит. Не, не, это нормально. Нет, я против осуждения внешности. В смысле? Ну, кроме вот этой кофты. А кофта почему тебе не понравилась? Прикольно, это и с жемчугой. Да, если ты скрываешься от кого-то, зачем ты носишь блестящие вещи? Чтобы привлекать внимание, правильно? Как ли, чтобы нам... Бля, я не могу. Это смешно, пи***ц. Она смешная, просто она забавная. Возможно, это стендап-комик какой-нибудь из Сыктывкара, может. Мы не знаем. Нет, почему? Ну... Бля, сейчас, смотри, она сама ничего не понимает. Человек все-таки... Раз, фокус уже какой-то сразу. На помощь. Какая? Ну, чтобы нам помогли. Охуенно! Охуенно, блядь! Бля, ребята, спасибо, что порекомендовали, мне нравится. Короче, у нас, знаете... Вы же знаете, что я полный ебан и... Ну, обсуждаю внешность, какие-то дефекты и все остальное. У нас будут сегодня как бы два... Напряженные у нас. Да, у нас будет очень напряженный. Руслан будет очень осуждать, а я буду очень веселиться. Поэтому это просто невероятно. Это... Ну... Люди все. Но органы опеки за нами бегают, разыскивают нас. Я просто... Она одна же. Она этот... Тайлер Дерден. Там еще 26 таких же женщин в разных блузках внутри. Знаешь, вот с одной стороны ты прав. Казалось бы, вот почему я должен смеяться над какими-то дефектами и все остальное. А с другой стороны, 4 года убегать от органов опеки у нее хватило мозгов. Она закончить 4 класса церковно-приходской от них хватило. Поэтому, ну, можно и... Как Колобка прочитать? Колобка это к Юле. Что дети в плохих условиях. Так, а мы вам как должны помочь? Ну, что у нас... 2 тысячи рублей есть у вас. Ну, я приду, и вы за счет моей истории эфир заполните. Кто кому помогает здесь? Большой вопрос. Зачем ты раскрываешь все карты в начале? Не надо так делать. Руслан. Денег нету. На еду, на лекарства, засадь. То есть вы к нам за деньгами приехали? Читаем. Сразу читаем весь сюжет. Что-то она в этот момент поняла, что денег не дадут. А зачем? На помощь просим. Ну, подождите, а какой помощь-то? Помощь опросим. У меня века опустилась. Можете, блядь, у вас, может, кран есть какой-то? У людей в интернете. Вы у людей деньги просите в интернете? Нет. А что? Одежду, продукты. Давайте сначала. Вы замужем? Да. Официально? Да. Девчонки, если вы одиноки, просто помните, что не все потеряно в вашей жизни. Все супер. Вы когда-нибудь найдете? Смотрите, вот два парня, например, самых красивых в интернете. Гордон начинает интересоваться замужем. Девушка только говорит, мне нужна помощь, одежда, детям. То есть вот сколько он должен узнать о человеке, что так подожди. А ты случайно не занята? Супруг зовут Владимир. А детей сколько? Трое. Это все его дети? Да. Все в браке рождены? На что вы сейчас? Размазаны какие-то. Ну, они такие родились. Зачем мы обсуждаем их внешность? Ну, размазаны, размазаны. Что такое? Тяжело помощь нужна. Живете, что не хватает денег? У меня пенсия маленькая. Какая? 12 800. А какая? Белорусских рублей. Подожди, она сейчас спросит, какая пенсия нормальная? За что вы получите? А у вас какая группа? Третья. Третья рабочая? Да, наверное. То есть вы можете работать? Я могу, если маленький будет в садике. А в садик вы не можете отдать, потому что вы все время бегаете. Правильно же? Подождите, вы сказали. Готовится просто к марафону. Что-то они начинают сразу критиковать. Выслушали бы хотя бы. А уже раскидывают всю ее теорию. Ну, потому что она бегает от органов опеки, наверное. Бэкграунд немножко, знаешь, мешает. У нее съемочная группа дома. Это давно было. У вас есть муж, Владимир. Да. Почему он вашу семью не обеспечивает? Это же этот ртуть из Людей Икс. Мне показалось, что это, знаешь, Геральт из Ривии. Из Ведьмака. Подожди. Люди Икс. Ртуть. Вот этот чел. Покажи в камеру. Подожди, я побольше открою. Опа. Это же он. Это же... Он. Эванс, как там его зовут? Крис Эванс. Нет. Я не знаю, кто это. Но он похож, да. Немножко. Потому что у меня вопросы. Какие у него проблемы с тем, чтобы бегать от органов опеки? Он же... Ртуть. Он быстро бегает. Это его суперспособность. Слушай, а сейчас проблемы, в общем, с ртутными градусниками. Потому что их никто не покупает. А больше электронными пользуются. У него с деньгами вопросы жесткие. Поэтому сложно обеспечивать детей. И они бегают, собственно. Ну, я прям... В восторге. Карьера не задалась. Подожди. А как включить еще раз голосовой помощник? В России. Геральт из Ривии сериал. Геральт из Ривии сериал. Ты про сериал Ведьмак? Да. Называется Ведьмак. Ведьмак, да. Ты считаешь, что Генри Кавилл на этого больше похож? Ну, в Ведьмаке будто... Ну, по цвету волос. Ну, типа, все равно. Посмотрите, ребята. Ну, тоже немножко что-то есть. Ой, подождите. Как это? Ага. Вот так. Можно еще какой-нибудь? Седой. Ну, вот, смотри, вот это. Вообще, по-моему, один в один. Нет. Я все-таки за... Ребята, проголосуйте в комментариях, на кого больше похож. На Ртуть, либо на Генри Кавилла. Спасибо большое за ваши комментарии, за вашу активность. Почему же эти только на свою пенсию? Ну, это не знаю, у него спросите. Так, хорошо. А с чего за вами началась охота? Опека, по... Геральт реально начал охотиться. Что, это Йеннифер? Так, реально, смотри, это Йеннифер, которая до преображения. Но с тремя детьми уже. После чего стало за вами охотиться? Ну, дети в плохих условиях. А где вы жили на тот момент? В Нижнем Новгороде жили. У вас там дом? Ой, это в Адском районе. У вас там дом? Слушай, а может... Конечно, мне нравится, как эта камера крутится, как Майкл Бэй снимает. Ну, а ты что думал? Первый канал, мужское, женское. Слушай, а вот может, это папилломы просто у нее проступают через кожу, как ты думаешь? Я думаю, что нет. Я думаю, что эта кофта у нее такая. А, понял, Руслан. Спасибо, что поддержал. Супер, класс. Дом, квартира, что ли? Квартира. Там ни отопления, там ничего нет. Это чья квартира? Моя. Ваша собственность? Откуда она у вас? Ну, у меня как... Ну, государственная, да. А вы сирота? Да. Почему в квартире не было отопления и еще чего? Радиатора. Не было радиаторов? Да. А куда они? А это что ты сделал просто? Квартира чья? Откуда взяла? Работаешь? Нет. Почему все? Колобка читала. По-моему, все построение диалога абсолютно такое же, как у любого интервьюера. Нет? Типа, она вначале спросила, сколько ты зарабатываешь? Она такая, 12 тысяч рублей. Расскажи про жизненную ситуацию. Почему вот так сложилось? Мне так же на самом деле неинтересно. Ну, естественно. Не делись. Их украли. Украли. И у вас не было денег купить новые? Нет. Вы жили на квартире без отопления. Сколько детей родилось на этой квартире? Без отопления родилось, между прочим. Двое, пока что. Потом... Надо было как-то согреваться без отопления. Просто хотелось делать детей постоянно. Это, кстати, так и есть. Потом, когда они рождались, ты откладываешься и получается... Да, это реально. И кубочек такой. Из детей. Третий, он родился в Нижнем. Так, вот у вас родилось двое детей. Когда вас опека стала преследовать? Ну, когда она преследовала, когда приезжала, навещала нас. Вот. Мы потом уехали в Нижний Новгород. Для чего вы уехали в Нижний Новгород? Ну, потому что там на воду не работает, ничего нет. Мы уехали вот в Нижний Новгород. А что с той квартирой? Так, квартира стоит закрытая. Просто стоит? Да. Ее продавать нельзя, никому нельзя. Так. И вы сейчас вынуждены снимать жилье, да? Да, мы так и бегаем это. А на что вы снимаете жилье? На пенсию. Так. А какие люди и какими деньгами, продуктами и вещами вам помогают? Ну, кто как может. А где вы к ним обращаетесь за помощью? В интернете. Вы пишете какие-то... Интернет. Это не просто так было. В истории появился интернет. Это посты? Да, посты с укладами, это... А кто? А там сидит просто барабанщик, смотри. В какой-то момент он так делает. Или там Гордон его не показывает, он заскучал. Выходит к татамам, и мы с ним таким бам-бам. Валенка 7101. Люди, помогите, пожалуйста, с продуктами, на нечего кушать. Работать, что-то там, идти. Папаша, не стыдно, мужик здоровый. Это мата, видимо. Кормить тебя должны все. Органы пеки на вас надо вызывать. Девочек жалко, что родились в такой семье, что не нужны ни маме, ни папе. Позор. Фу. Ну, такая поддержка аудитории у нее. Ну, видишь, дети размытые просто, поэтому, может быть... Даже аватар все не поставила. Возможно, видишь, фотошоп плохо вырезан. Наверное, заменили лицо, я думаю. Ну, и профиль так себе. Не оформлен. Купайте наши курсы по оформлению профиля в Инстаграме. Достаточно как-то упаковать по лучшему продукту. И в целом пойдет. Соблюдать одну цветовую гамму, хэштеги. Ботает, правильно же? Он посты пишет. Я помощи просил. Давайте посмотрим на эти посты. Люди, кто? Кто может дать детские памперсы? Люди, кто? Может дать детский. Точка. Памперсы. Это знаешь, когда... Вообще неправильно голос прочитал. То есть... Описано не то, что прочитали сейчас. Люди, кто? Может дать детский. Памперсы? Нет, ну памперсы. Нет, памперсы. Почему они за нее переделали вообще весь смысл в фразах? Нет, я думаю, тут просто как бы чат. Почему ты исходишь с того, что это она неправильно написала? Может она написала так, как хотела? А-а-а. А люди, кто? Типа вопрос. Она поднимала очень жесткие вопросы про общество, понимаешь? Детские памперсы, это как Яндекс.Карты. Это название. Детские памперсы. Люди, помогите, пожалуйста, с продуктами. Нам нечего кушать. Вам не стыдно? А что вы можете... Да, мне выглядит так, что ей стыдно, но... А за что ей должно быть стыдно? Бля, может на нее просто какой-то, ну, гилуронка. Я пока не понял ситуации, что у них бедная семья, ее чмурят за то, что она просит помощи? Да, типа она бедная. Все. Я так понял, ну это плохо. Должно быть стыдно, потому что она бедная. Знаешь, типа будет прикольно, в следующей передаче будет, типа, а что у вас с лицом? Объясните, в чем ваша проблема? Что такое? У опеки не было оснований вас преследовать? Я не знаю, но мы не хотели детей сдавать ее. Подождите, если вашим детям нечего есть, если вы не в состоянии их обеспечить просто даже едой, ну, значит, органы опеки встают на защиту ваших детей и забирают их государству, которое может обеспечить их едой. Давайте посмотрим. Вопрос. Давай. Мы неправильный вопрос задаем. Не как она 4 года бегала от органов опеки. Сейчас пришла в эфир Первого канала. Вопрос. Как ее 4 года-то не могли поймать? Почему Первый год? Кто, типа, плохо свою работу делал? Может быть, там так ранее ее ищут, что и прятаться особо не надо. Она просто рассказывает. Я была там, а я жила в выданной государством квартире. Потом я уехала в Нижний... Она все рассказывает. Ее все равно не могут поймать органы опеки. Может быть, там, знаешь, как было? Они приходили к ней и такая... Так, здравствуйте, открывайте. Кто там? И такая там... Игорь Александрович. А где... Там Наталья Викторовна. Ее нету. Ладно. И они просто уходят все. Ну, где вы успели побывать в Нижегородской области, скрываясь от органов опеки? Ну, я детей нафиг. Прям вот эти пейзажи, это просто имба, если честно. Вообще, обожаю это наблюдать. Это ж у тебя в дворе снят. Да-да-да. Меня дам. Пускай как хотят и ищут нас, но мы сразу... Как раз в Нижегородской области. Это знаешь, как видосы, где всякие наркобароны хвастаются деньгами перед полицей, такие, вот, поймайте меня. Эти так же ходят по какому-то двору. Смотрите. Типа, нас снимают. Мы вот гуляем, да. Нам наплевать. А, прикинь, не поймаете. Да, прикинь, органы опеки приезжают, а никого нету буквально через минуту. То есть они просто растворяются. Ну, не сдадимся. За это время мы были, прятались в селе Филинское. Ну, я детей нафиг не отдам. Пускай как хотят и ищут. Она прямо, бля, понимаешь? Она как это, Дэвид Блэйн, блядь, какой-то. Ну, мы с равно не сдадимся. За это время... Посмотри, ну, после фраз... Разве не такое лицо нужно делать после фразы? Мы не сдадимся. Да, да, да. Вот он реально не готов сдаваться. Серьезно настроен. Вообще. Мы были, прятали... Ему реально не хватает мяча в руке. Я не понимаю. У всех детей размазанные лица. У родителей нет. Они... В кого пошли-то тогда? Не похоже на родителей. У родителей не размазанные лица. Может быть, это компот из Гриффинов, знаешь, этот, который врывался в кадр. Ну, жидкий тип. Украли детей еще. Они больше меня путешествуют. Они прям... Как его... Фильм с Ди Каприо. Поймай меня, если сможешь. То есть, она просто рассказывает прям даже про свой план. Можно по схеме понимать, как они двигаются. И все равно их не могут словить. Понимаешь? Сейчас где-то в органах опеки эта карта распечатана. Они соединяют точки. Это уже, знаешь, типа новый эпизод какой-то для Netflix'а снимается там прямо. Бежали унизу ногу. Это же дом. Дом ужасный. С клопами, с алкашами. И с соседями тоже не сложилось. Это вот и мы и съехали. И поехали дальше. А кто эти люди? Расскажи. Это женщина с манишкой. Я не знаю. Причем присутствуют в зале еще люди, которые их показывают, а они ничего не говорят. Это эксперты. То есть, если ты заходишь, ты тоже сможешь стать там экспертом. Ну, при должном желании, естественно. В Блаханово. Мы жили вот в этом... Николая Соболева, короче, на пусть говорят. Они пришли похайпить немного. Ну, пока они как-то не справляются. Коля лучше старался. Нет, Коля точно намного лучше работал всегда. В Томе, вот. Жили в нем два месяца. Алена нас выгнал на улицу вместе с вещами, которые мы успели забрать. Натравил на нас органы ПДН. Живем какую-нибудь неделю с ними. Как Горгулина нас натравила. Мне пришлось взять меч. Прокляла нас. Вот даже не успели вести от Алены... Ладно, реально, это что-то между человеком-ртутью и этим Геральдом. Реально, что-то... Я не готов признать, что он похож на Геральда. Он похож. Он на Тинькова больше похож, чем на Геральда. Нет, у него лицо слишком такое миловидное. У Тинькова оно какое-то злое, по-моему. Он такое... Сучивший себя немного. Мне кажется, Тиньков прекрасный человек. Он отличный человек. Алена нам устроила столько проблем. То, что мы переезжаем постоянно. И снова, то есть, нам нужно будет отсюда переезжать, потому что от органов опеки мы скрываемся как можем. То есть, меняем адреса, чтобы, то есть, нас не нашли. Подождите, кто такая Алена и почему она вас выгнала на улицу? Это хозяйка, ну, где мы снимали квартиру, ну, это... Хозяйка вот этой квартиры. Почему она вас выгнала? Смотри, как кадр построили. Мне очень нравится, что они прям... Они за... Ты понял? Бюджетики есть. Кубрик прям какой-то, знаешь, чтобы создать напряжение. Снимают Гордона под наклоном. Ну, потому что мы ей за свет не заплатили две... Тут напряжение не нужно создавать. Оно само по себе присутствует. Две с половиной, ананасовый кемо. Прямо с детьми? Да. И дети оказались? Вещи там остались, игрушки. Подождите, и дети оказались прямо на улице? Ну, нет. А где они? Их забрали в приют, двоих девочек. А Маньки на руках у нас. Подождите, для того, чтобы забрали их в приют, должны были появиться ПДН и органы опеки. То есть, вы от них все-таки не скрылись? Детей забрали в приют? Да. Алена вызвала органы опеки? Да. Подождите, дети-то сейчас с вами или нет? Да, с нами. То есть, вам их отдали? Да. Отлично. Я не понимаю, как работают органы опеки. Они иногда забирают, иногда отдают. Ну, то есть, типа, они забирают, там были какие-то нарушения, они потом показывают, что они вот справились с каким-то поставленной задачей. Типа, там, убрали в квартире, перестали бухать, стали себя лучше вести. Такие, вот мы исправили. Типа, выставляют возврат. Да. Потом, типа, тебе возвращают ребёнок. Но не похоже, что она исправилась. Что она скажет? Что не написано. У неё на лице написано, что она исправилась. А вот ты срадуешься, подпись всегда есть с собой. Её не подписывают, как эксперты, написано на шее Наталья. Ага. Я думал, подпись, это, знаешь, как печать. Типа, она прикладывает этот. Типа, куда? В какую квартиру? В Заволжье. Она прям расстроена, что не понимают ведущие. Да, типа, она всё так объясняет прикольно. Ну, в Заволжье, ты чё, твой, что ли? Ты сценарий хоть читал? Тебя же готовят там. Ты должен знать, что происходит. Послушай микронаушник свой. Ладно, я занята 4 года тем, что топить. Но ты же профессиональный ведущий. Ты хотя бы, ну, подготовься. Типа, мы тебе выслали 8 томов нашей жизни. В чём вопрос? Комнату нашли, Заволжье. Снимаете? Да. На вашу пенсию? Да. А сколько у вас в месяц на еду уходит, боюсь я спросить? Ну, в этот раз ты... Ты такая, 140 где-то тысяч может в месяц плюс-минус получать. У меня родители богатые помогают. Вы думаете, как мы ездим? У меня В-класс Майбах, короче. У меня муж в кино снимается. Чё с чем-то? И у него, знаете, две роли. Типа, Геральт есть. Вот эти все ракурсы, это съёмочная команда моего мужа снимает вам. Вот сами не справились, ага. У нас на продукты вышло. Куда? Тысяча на пятерых? Тысяча с чем-то. Саш. На пятерых. Тысяча на пятерых? Тысяча с чем-то. Ну, подожди, на пятерых? Нет. Ты не можешь это произнести, Даша. Тысяча на пятерых. Ну, если белорусских рублей... Нет, ну так понятно. ...то они живут в шоколаде. Что ты покупал в основном на тысячу рублей себе российскими? Ну, сколько тебе это хватает вообще, в принципе? Давайте дальше смотреть. Ну, доставка в Яндекс.Еде, допустим, как-нибудь. Поужинать, когда не хочется готовить что-нибудь. Я просто заказываю обычный ржаный хлеб. Тысяча рублей стоит доставка. Что? Ну, типа к ужину. Ну, да. Ну, это, наверное, вы один раз в магазин сходили. Да? Ну, мы все подряд закупаемся, все что можно. Короче, на тысячу с чем-то можно закупаться подряд все, что можно, если ты не знал. Вот здесь нужно учиться финансовой грамотности. Да, вот если сейчас они... Если она реально месяц жила на тысячу с чем-то, на пятерых, то я бы хотел послушать ее финансовые советы, как она вот так управляется, потому что это вызывает уважение некоторое. И она рассказывает, знаешь, типа, мы заходим в магазин, у нас тысяча с чем-то рублей, и мы ее не тратим. Мы просто выносим все из магазина просто так. Вы один раз закупились на тысячу с чем-то. Да. Я пытаюсь понять. 12 тысяч? Ну, им же помогают люди. Все равно переводят что-то. Половину у меня снимать за квартиру. Приставы. За какую квартиру? Ну, у нее долг за коммуналку. Мускул Сити взяла недавно. Ипотека влегченная молодой семье. У вас долг за коммуналку, да? Да, да. Ту квартиру, которую вам государство выдрало. А большой там долг? Это очень не могу сказать. У вас просто с карточки половину список. И остается у вас вообще на месяц 6500. 6600. 6600. А какие-то пособия ваши дети получали? Пособия? Нет, я не получила. Почему? Не оформляла на маленького. Почему? Тоже не хватает. У меня после универа у меня были проблемы с деньгами, когда я заканчивал. Я помню, что я один месяц жил на 100 долларов. Было прикольно. Ну, я в универе, когда жил, у меня на первом курсе, по-моему, на 7000 рублей жил, на последнем на 12. Что-то такое. Ну, не, на последнем уже я зарабатывал нормально. Да, конечно, цены все равно немножко другие были. Но все равно это было очень плохо. То есть я просто покупал, знаешь, типа пачка макарон, майонез и крабовые палки. Типа вот так вот это было. Не хватает денег. Не хватает денег на что? На дорогу, чтобы доехать и все это оформить. Понятно. Я сейчас с ума сойду, правда. А вот это Алена. Там кто-то прячется за ним. Скрытая камера. Кто-то попытался. Там Эдвард бил в пранкс, непонятно, скрытый. Не хватает денег. Не хватает денег на что? На дорогу, чтобы доехать и все это оформить. Понятно. Я сейчас с ума сойду, правда. А вот эта Алена, которая вас сначала приютила, а потом выкинула, вы ей долг-то отдали или нет? Нет, мне отдали ей. А сколько вы ей должны? Две с половиной. Ну вот Алена до вас и в Москве добралась, давайте ее позовем сюда. Алена, идите к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это за хуй? Алена, иди сюда. Ты знаешь, ты по рекламе, блядь, салона стрелка. Ты же, блядь, вот этих вот центрифугам, блядь. Привет, Маша. Премьера, воскресенье, после прогр... Что такое Жанна, блядь? Нет. Тебе не захотелось посмотреть? Захотелось очень сильно, реально. То есть там просто, знаешь, такая форменная голова с стандартной прической из 96-го. Жанна, после новостей, все. Премьера, не воскресенье, премьера, воскресенье, после программы время. Может быть, вот этот орнамент сиреневого цвета с какими-то золотыми вот этими вкраплениями должен дать нам понять, что это такое за шоу. Я думаю, если шоу хорошее, то увидим в понедельник обзор у тебя, реакт. Да, так и будет. Я считаю, Маше нужно срочно уходить от Вовы. Он не в состоянии содержать детей, ее, он врет. По его виду, мне кажется, он может в состоянии держать, знаешь, типа вот этот Атлант расправил плечи на такой. Или пиво. Он выкладывает посты, что умерла Маша. Что Маша умерла? Да, да. Маша, вы в... Подожди, там сразу... Он в состоянии содержать детей, ее, он врет, он выкладывает посты, что умерла. Хочет спасти Марию от мужа-тирана, уже сразу нас готовит, что он прям тиран. Но он тиран. Скорее всего, так и есть. Ла Маша. Что Маша умерла? Да. Вот в чем весь цимис, понимаешь, заключается история в том, что у нас есть девушка, прекрасная, молодая, образованная, невероятная. И она находится в абьюзивных отношениях. С Гордоном, ты про Барановского. Образованная, сразу вспомнил историю про прочитанного Колобка. Это созависимые отношения, называется, Руслан. А, да. Маша, а вы в курсе? Да, я в курсе, я уже разговаривала с ним. То есть вы знаете, что вы умерли? Вот на этот пост. Люди доб... То есть вы знаете, что вы умерли. Плошен сказал. Гордон. Сейчас вы узнаете. Не зря бухаете, так, пожалуйста. Александр, вы великолепно разбираетесь в алкоголе, надо так говорить. Вдохновляете нас всех. Да, мы берем с вас пример. Так, стоп, еще фэшн вопросы. Что у нее на ногах вообще? А это последняя модель, знаешь, эти башмаки, как из мультиков. Потому что пешком пришла из... Где она квартиру? Нижнем на улице сдает. Потому что она на фуре ехала сюда. По лесам через снег пробиралась. Не, она на фуре ехала и просто там педали плохо сцепления работают. Просто когда она вышла, такая ухоженная женщина, типа такого, на фоне своего оппонента. И тут такая какие-то... Она, это сноубордически же вообще. Нет, я думаю, что... Из Сочи только приехала. Просто вот эти башмаки, они испытывают некоторое давление в связи с тем, что у нас второй степени ожирения, возможно, здесь. Поэтому так они выглядят. У меня тоже такое... Нельзя так говорить. Блин, извините, ребят, я... Сори. Я извиняюсь. Я понимаю, ты хочешь всячески подчеркнуть, как ты активно качаешься и худеешь. Да. Но не за счет других людей. Не, Руслан, вот сразу чувствуется, что ты не смотрел мои старые ролики ни один. Потому что даже когда я был жирный, я всегда смеялся над жирными. Я весил 115 килограмм, и я бисюню уже не видел из-за живота. Чей? Твой. Пожалуйста, кто может помочь с продуктами? Помогите, пожалуйста, я отец стрим... Просто у меня подписчики все знают, что я на самом деле добрый парень. Мне вообще плевать, то, как выглядит. Пошутить, это шутки, они же ничего не значат, понимаешь? Почему теперь мужчина звучит? А, потому что это типа написал... После смерти жены, понятно. Люди добрые, помогите, пожалуйста, кто может помочь продуктами. Помогите, пожалуйста, я отец с тремя детьми остался один после смерти жены. Админ, выложи, пожалуйста, очень прошу тебя. Ну, смотри, он даже придумал легенду, что какой-то админ за него выкладывает. То есть обращение было... Да, еще прикинулся, будто он необразованный, чтобы вызвать больше жалости, понимаешь? С тремя детьми остался один после смерти жены. Админ, выложи, пожалуйста, очень прошу тебя. Про пирожки вспомнил, что не доело с утра. Чем вы с этой тварью живете? Ну, я пыталась с ним разводиться, я ему говорила, я говорю, что я с тобой разведусь, уйду от тебя. Понятно. Я не увидела дверь просто, как выйти из квартиры. Как она уйдет к нему, там же сразу органы опеки ее схватят. Она же от них прячется. У него с одной стороны муж, с другой органы опеки просто. Зажата, да. Выбирает два стула. Ну, он говорит, уходи, разводись. И все, и вы не ушли. И не развелись. Ну, я не знаю, почему я не могу завестись и расстаться с ним. Почему не можете? Не знаю. Любовь. Любит его, скорее всего. Ну, естественно, конечно. Она в зависимых сейчас отношениях находится. Она не может посмотреть на них адекватно, понимаешь? То есть, бьет, значит, любит. Не уважает, значит, любит. То есть, ну, это проявление. Она считает, что любые его какие-то ужасные действия, в ее сторону, это проявление любви. Плюс она тоже, наверное, думает, что она на Ведьмака похож. Скорее всего, либо на Ртуть. Родить я не могу, я. У нее просто два любимых актера. Есть вот этот парень из Ртути и Кавилл. Они точно его любят, потому что у них три ребенка. У них минимум три раза был секс. Это точно минимум. Минимум, да. И в последний раз, когда был секс... Ну, какой-то смазанный. Это хорошая шутка. Хорошо, вы нам расскажите, пожалуйста, что ей это тяжело дается. Какое впечатление, в принципе, на вас произвела эта семья? Ну, я скажу в пользу Маши, что я приезжала, и дома всегда было чисто. Дети всегда были заплетены, всегда были одеты, чистенькие, ухоженные. Между собой, знаешь, такая, ребеночья косичка такая. Ну, что-то перед приходом съемочной группы она не убралась особо. Ну да, и дети были расплетены в этот момент, я тоже заметил. То есть, то, что у них вот нету, денег на тот момент не было. Они говорили, задерживать зарплату, это все временное. Но вы считаете, что все зло? Почему вот, ой, это незамазанное лицо? Это, ладно, это взрослая женщина, но это вот маленький ребенок. Ну, это газор-позор, как на самом деле. А у него наггетс в руке, что это? Это Мишка Барни. Мишка, да, все верно. От мужика в этой семье, то есть, если его убрать из их жизни, все наладится. Почему вы вызвали органы опеки? Потому что я увидела пустой холодильник, я приехала уже через... Ну я ничего. Все, ну... О чем речь? Руслан, о чем речь? Пойду обновлю стакан. Два месяца после нашего знакомства открыла холодильник. Он был пустой, он был... Он чистый, вот как новый холодильник, там не было ничего. Ни маргарина моего любимого. Она очень чистоту отмечает. Не, она просто, знаешь, типа, любит рульку там в топленом жире на завтрак ебнуть. Ее там не было. Ну, как-то так. У нее лишь невеста об этом. Блин, Руслан, мне так нравится, что ты такой нетоксичный, добрый, приятный парень. И прямо на контрасте это всегда очень заметно. Ты молодец. О, ни молока, ни фруктов. Да там вообще ничего не было. Ничего. Перечисляет все возможные продукты. Там не было колбасы. Не было сыра. Не было нарезки. Форель слабосоленой резки не было. Форель копченой не было. Типа, я пришла к своей соседке, у меня закончилась сода. И я в это время проголодалась. Я ела последний раз 7 минут назад. Я открываю холодильник, нету абсолютно ничего. Я пришла к своей соседке за содой, ее не было в холодильнике, поэтому я вызвал органы опеки. Нужно было закупаться вовремя. Я испугалась за детей. Я говорю, ну сколько можно так жить? Я говорю, ну пусть идет работать. Говорю, вот нам туда на завод требуется, сюда нам требуется. Я говорю, почему он не идет? Они выкладывают посты. Помогите, помогите. Он не выкладывает посты. Помогите. Зачем работать, если тебе и так дают? Мне кажется, это можно заменить на любую OnlyFans модель. Иди работай на завод, а ты посты выкладываешь. Помогите, 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 помогите. Сработай. У них, когда вы пришли в свою квартиру, у них хотя бы чистый, почти новый холодильник был. А сейчас вы знаете, как они продукты хранят? Нет. За окном? Потому что нет даже холодильника. Но это уже в другом, это за Волжил. Так вот, давайте посмотрим, как вы сейчас живете. Что если эти эксперты, на самом деле, очень много говорят, жестко, шутят, смешно. Но это не эфирно, и они просто вырезают все по итогам монтажа. Там типа за бандшлайн, за бандшлайном летят. Угарные такие ребята, но про политику много, поэтому все выриваешь. Я думаю, так и есть. Живем пятером в маленькой комнате. На этой диване я и Никита спит. Там папа с двумя девочками. Здесь вот маленький спит. Здесь я сплю. Неудобно маленький. Такая маленькая комната, что единственное, что она может мне рассказать, это кто где спит. Ну а как еще? Ну давайте, я понимаю, вам нужен какой-то контент, но я расскажу, кто где спит. Вот обои. Вот, да. Денег нету. Это наша такая кухня. Вчерашняя каша осталась, а там просто вода сосула. Но я побоялась молочник покупать, потому что куда я уберу? Вот пакет. Хвостик держим. Стеклопакеты есть. Есть это улица за окном. Ну, все супер, я не знаю. Еще хотел сказать, что у меня квартира в целом выглядит лучше, чем моя общага, в которой я жил в раз пять, наверное. Кого в раз пять? Женщин. Разных. Можно одну? Все ведет себя хорошо. Такой холодильник у нас. Ну, мы так оставляем. Так, что там есть либо? Мед есть. Да. Соль. Соль точно есть. Есть. Бефедрон. Это за окном. Когда жарко лечет, а мы какие-то вот эти молочные мы съедаем по возилкам. Крепко завязываю, чтобы грязь туда не попала, ничего. Тихо. Сходи. Денег не хватает на вещей. Шкафа нет. Или так на диван аккуратно, или вот на стульчик. Помелче, футболки, труси. Я вот когда в Норильске жил, очень много людей хранили продукты за окном. Вот так вот вешали, потому что холодно на улице. Там всякие пельмени, что-то такое, как морозилку использовали. Улицу. Тоже не было холодильника в Норильске? Вот я не знал тогда, что нужно звонить органы опеки. Каждую эту квартиру забирайте оттуда всех детей. Они хранят продукты за окном. В Норильске будто бы, знаешь, логично не иметь холодильника. Потому что у тебя холодильник везде. Какое-то, конечно, месяце все. Тогда берут в аренду холодильник. Это бизнес был такой. Типа аренда холодильников не едят в это время. Да, да, да. Такие там вальчишки. Это да, вот люди. Это вот Кобинзон. Люди тоже помогли. Если не люди, не знаю, пропали просто. Не выжили. Вот вы сейчас увидели себя со стороны. Услышали, что вы говорите. Почему вы плачете? Просто все случается из-за него. Из-за кого? Из-за Володи. То есть вы считаете, что он причина всех ваших бегов? Блин, у него типа крутая фотка. Да, у него крутая. В этом проблему Володе, что когда они видео показывают, он там какой-то алкаш пробитый. А здесь сидит такой, ну... Ртуть. Ртуть. Тинькофф такой. Геральт. Геральт. И он такой, я пиздатый. В чем вопрос? Я не понимаю. То есть... Это так выглядит шоу, что они голодают, живут в маленькой квартире, спят все там... И Володя. Но! Но с другой стороны... Yes, but... Красавчик. Причем, знаешь, сзади еще шторы какие-то такие. Ну, шторы есть. Да. Ну, причина ваших бед сейчас вы... Зато в его сердце холодильник. В эту студию. Владимир, выходите. Он что, знаешь, типа выходит меч, голова дракона. Что будет написано? Будет написано опять Жанна, когда будет Владимир. Ну, здравствуй, красавица. Ну, нормально. Нормальный мужик. Альфа сразу видно. Еще мужика такая играет, типа рок в рубере. Пожалуйста, тебе напомнишь, когда ты нас выгоняла? Чувака еще рост, по-моему, 2 метра 80 сантиметров такой примерно. Да давай мы тогда не назад, потому что еще раз хочу, чтобы он вышел. Потому что... Ну, это появление на урганте минимум. Владимир, выходите. Здравствуй, красавица. Блин, ну широкоплечий. Ну, у него прям фигура есть, понимаешь? Торс. Плавец какой-то. Да-да-да. Стильно одет, чернобед. Вот. Я под Владимира. Да-да-да. Это твой кумир. Катайся, рукава. Пожалуйста, тебе напомнить, когда ты нас выгоняла, что ты и твой муж сказали нам с Машей? И то, что если мы сейчас не отдадим... Мы не выгоняли. Вы не выгоняли. Мы же не выгоняли, а мы выгоняли нам. Чтобы мы съехали, мы забрали плитку, мы забрали. Он же еще и как бы, он заготовил речь сразу, вышел такой, тебе напомнить, что ты сказал. То есть он как бы разговаривает тоже. Это всегда плюс, потому что обычно эти люди, которые выходят два слова, не могут связать. А это с претензией, сразу с аргументами. Вадимир, ваша супруга, за 30 секунд до того, как вы вышли в эту студию, сказала, что вы причина всех их бед. Их, это ее и детей. Но это не так. Это она только... Я ему верю. Боглаза еще. Да, я ему верю полностью. Вот если чуть-чуть сильнее прищурить, это практически Горк Литв. Да. Просто помыть, причесать, все. Отвернуться вот туда вообще один-один. Только что озвучила в студии первого федерации... Это бустер, да. Я думаю, она уедет с ним сегодня. Он скажет... Какой зовут? Юлия Барановская. Скажет, Юлия, я понимаю все ваши претензии по поводу моей семьи, но скажите, можно ли как-то там освободить вас потом с изъема? Типа вы казино любите? Федерального канала. А я, по-вашему, не работаю, потому что она вот сюда пришла и договорила... Маша, ваш супруг работает? Курьером в Нижнем работал. Работал. Сейчас он работает? Вот тут они докопались до времени глагола. То есть то, что она бегает от органов опеки, это никогда уже ее догнали. Это им наплевать. А здесь он такая, работал вообще-то. Нет, смотри, побег это просто как коллаборация их. То есть это они вместе делают. А работал-то он один. Поэтому... Пока она продукты... Да-да-да. Хлеб морозил. Охлаждала. Сейчас нет. Как давно он не работает? Ну, это не могу сказать. Смотри. Это секрет. Догадайтесь. Значит, внимание на вас уже обратили. Правильно сделали, что приехали к нам в программу. Потому что сразу после этой программы ни одного ребенка в вашей семье не будет. Он же не про убийство. Такой я их, собственно, ручно задушил. Пока вы здесь сидите... У вас уже осталось два ребят. Ха-ха-ха-ха-ха. Чем больше вы здесь времени проводите... Тем меньше у вас детей. Ни единого. Может, у тебя есть какая-нибудь история для... Мэн Вулмана? Ну, такого нет. Но я поработаю над этим. Типа, я создам условия. Я сейчас работаю над тем, чтобы быть более успешным, более богатым. И узнаваем, чтобы потом сильнее рухнуть вниз. И тогда у меня будет более интересная история. Как Рома Желудь, когда еще будешь. Да, мне кажется, у Рома Желудь все отлично по последнему. У него книга вышла. У меня есть. У него тоже одна. Нет, я купил его книгу. Я три купил, подарил. Одну оставил себе, чтобы почитать. Там про секс что-то там. Много про секса, про плохие вещи. Но там интересно написано. То есть я планирую почитать. Ты плохой мальчик, получается. Пока еще хороший. Но я планирую потом стать плохим и все потерять. Чтобы была большая динамика в моем сюжете на мужской и женской. По итогу, знаешь, на тебя повлияет просто так книга Рома Желудя, что ты прямо на самое дно скатишься. Это мои дети Соня, Ева и Никита. Как у Тарантино, блять, вот эти вот кадры. Соня, Никита и Ева. Это отряд самоубийцев. Харли Квин. Когда день рождения? В апреле. Какого часа? 26-го. Летом и феврале. Летом какого часа? Не могу сказать. Или в июле, или в июне. Это самая маленькая, да? Ну да, последняя, которая родилась. Ну там реально сложно запомнить. Ну типа, первый ребенок, прикольно, ты запоминаешь. Второй, потому что третий. Ну типа, есть да есть и все. Летом было. Продукты были теплые, когда выставали из окна. Типа, молоко мы точно не покупали летом. Кашу мы тогда ели на воде, значит, скорее всего, было лето. Нам сорока приносила что-то домой. Ты же прям, да, детишек? Ну мы хотели только одного. Получилось три, блядь. Ну реально, знаешь, типа, хотела одного, есть оправдание. Третьего уже не запомнили. Но не этого. Мы хотели, но не такого, еще раз. Там маленькая была, смесь заканчивала. Вот, денег тоже, может, опять что-то не хватало. Мы сбили второго ребенка. Денег, респект вообще, звукачу. Там просто ребенок что-то на фоне дышит. Нормально, пишем. На самом дизайн называется. Для пособий звели. Ну да. Тоже какие-то сложности, трудности были. Тоже третьего звели. Хотела в детский дом отдать. Она прям скайфила. Хотела в детский дом отдать, а что? В чем вопрос? Я могу родить ребенка, а отдать его в детский дом. Вот это прикол. Не запрещают рожать детей? Да, да, да. Ну, у Дани в стендапе сегментное. То, что тебе запрещают, там, знаешь, пить, курить, наркотики, водить пьяным. Но можешь родить ребенка, когда захочешь. Можешь создать человека, и тебе никто не запретит. Да, это нормально. Зато честно. Конечно, он угорает. Самая ирония, это самая... Да, она такая, да, еб***ь, видите, я его тоже сейчас вылежу за окном. Что за тупые вопросы задать? Посмотрите, где я живу. Вы снимаете сюжет на мужское и женское про меня. Что за тупой вопрос? Естественно, моя жизнь не огонь. Ребята, вы что... Вы что ждете? Какие ответы от меня? Что еще сказать? Может быть, неграмотно пишу, но я же понимаю, что происходит. Типа, от меня ждете решение интегральных уравнений? Я просто умею еб***ться, все. В чем вопрос? Я вообще не понимаю, что происходит, если честно. Я сейчас обращаюсь к нашим редакторам. Слушайте меня внимательно. Дети здесь? Несите нож. Знаешь, такое... Будем прям все... Рубите. Да. Есть нож, режь, сук. Значит, вызывайте, пожалуйста, наряд ПДН, потому что детей нельзя передавать этим людям ни при каких обстоятельствах. Им угрожает непосредственная опасность. Мы не можем не заявить в органы власти о том, что мы узнали. Тем более, что вы... Да, но штанишки у меня прикольные какие-то. Подождите. Передавать этим людям ни при каких обстоятельствах. Им угрожает непосредственная опасность. Мы не можем не заявить в органы власти о том, что мы узнали. Тем более, что вы признаетесь легко... Нормальные штаны, учитывая, что они там... У нас модный приговор. Да, да. Ну, да ты посмотри, как он сидит. За последние три дня умерло два русских дизайнера. Зайцев и Юдашкин. Я все еще наверстываю новости за последние пять дней. Я за три дня, 20 какого-то там, 8 апреля умер Зайцев. Потом лучше сегодня Юдашкин номер. Жестко. Ну, они же старые были. Не, Юдашкин, ну, было 58, по-моему. Он там от болезни умер. А Зайцев 85. Ну, в среднем старые. Ну, 58 не старые. Ну, в среднем. А там мы 80. А, это как, ну, типа, средний заработок в России? Медианно они были старые. А, понял себе. Среднеарихметично. Ну, жалко, жалко. Но умер и умер, с другой стороны. С другой стороны, по-моему, конечно. Ну, то, чтобы я был близок с ними. Ну, хотелось, может, кому-то нравились просто эти персонажи. Тебе? Я смотрел модный приговор, мне нравилось. Зайцев прикольный был. Да, я забыл, что это вы в одной профессиональной сфере были связаны. Да, да, да. Комысленно. Что от этих властей вы 4 года бегаете. Где материнский капитал? Мы дом на него купили. Где дом? В Лукояново. Кто живет в этом доме? Никто, он сгорел. Он был застрахован. Чел, во-первых, проработан. Он знает следующий вопрос. Он был застрахован. Да, да, да. Правильно я понимаю, что он был застрахован за день до того, как сгорел? Нет, не за день. За два. Это все меняет. Ну, дай шанс-то хотя бы. Ну. Нет. А за сколько? За год. Мы его купили. И ты платил... Ну, погоди, ты год платил страховку за дом? Нет, там была годовая страховка. И сколько она стоила? 4 тысячи. И ты заплатил? Послушай, неужто ты думаешь... Ну, страховки не такие дорогие. Чего он докопался-то? Ты что, год платил? 4 тысячи. Нет, он докопался, потому что они пятером на тысячу живут. К этому. Тысячу с лишним. А, это 1999, точно. Думаешь, что когда наши редакторы разговаривали с тобой до программы, тебя никто не снимал? Ты что сказал нашему редактору? Мне сейчас эту запись выдать? Или ты сам признаешься? Кто? Я бы на месте Юли выдал запись, потому что если у них есть какая-то офигенная запись, я бы хотел ее увидеть в шоу. Они хотят сейчас чистосердечное, а потом запись. Скорее всего, так. Надеюсь, они покажутся. Потому что щетина у нас такая. Розун такой, я люблю тебя. В конце выпуска. Сожги мой дом. Сначала застрахуй его. Ты сжег мое сердце. Этим взглядом. Кто поджег этот дом? Ну я поджег. Дальше что? Вот сейчас я... Бля. Он, знаешь, типа, меня реально к нему еще уважают. Он хассел. Ему вообще покуй. Это рекросс, блядь. Это, знаешь, типа, я два раза в жизни пытался попасть на концерт рекросса. Я покупал билеты. И он такой... И за день до концерта в Варшаве такой, рекросс обнюхался кокаином и выпил слишком много коньяка. У него был инфаркт. Все, типа. И никакого концерта... Дом сгорел. Да, типа, никакого концерта. Человек ответственно подходит, блядь, к публичным мероприятиям. Ну да я поджег. И что? Точно не сдержусь. Я тебе объясню, что... Вот мы здесь все работаем. Мы все здесь платим налоги. Из этих налогов тебе, жлобу, вернее, детям твоим, выделили деньги на дом, чтобы они там жили. Ты поджег дом, ты отсюда идешь в тюрьму сразу. Статья о мошенничестве. Сразу. Все. Так он сейчас судит еще страховую компанию, чтобы получить компенсацию. На месте этих людей я бы ни в каком разе не шел на это шоу. То есть они убегают от органов опеки. Он сжег дом, пришел, признался, блядь. Я сжег дом, что? Словите меня на... Он даже еще не успел деньги со страховки получить. Он еще судится с ними. Можно ли представить, заканчивается передача, заходят уже ОМОН, отряд милиции, полиции. А их нету, нахуй. И они уже на следующем шоу у Малахова в прямом эфире. Такой, мы тут, нахуй. И все. И на эти бабки безбедно пожить чуть-чуть. Не получится, родной. Не безбедно. Не полу... Это знаешь, как это... Интервью с серильным... Да-да-да. Ты знаешь, как Ганнибал Лектор, блядь, сидит, короче. В чате Владимирова. Его вывозят в каталке с вязаного. И глаза его голубые. Да-да-да-да, смотрят. Бля, ухрененно. Вообще супер персонаж. Ты знаешь, сколько он просит от страховой? 86 миллионов. Как же ему похуй. Просто придумал число. Батерист и капитал сколько там стоит? Я не знаю. Хотя у них много детей там. Они нормальные. Под лям можно было получить. Я удивляюсь, как... Ты зачем тебе микрофон? Четвёртое. Число у них, номер едали. Молчит всё время. Там милость не потеет. Ещё никто ни слова не сказал. Кедающих. Потому что им на регулярной основе помогают люди. В том числе одна из них приехала сегодня в нашу студию. Юля Соколова. Давайте её позовём. Она детям, наверное, помогает. Она детям помогает. Она очень хорошая. Они не показали видео с признанием, что он сжёг дом. Она его на понт взяла. Она его взяла на понт, и он признался. Супер. Че. Там просто на видео то же самое всё было бы. Блин, 86 миллионов страховой он просит за сгоревший в каком-то селе дом, который он купил там 1700. Знаешь, типа, он, наверное, поэтому себя так уверенно чувствует. Он, типа, такой, да я уже миллионер, мне похуй. Всё норм. Дом, доллар. Да, да, да. Здрасте. Здрасте. Привет. Привет, Вов. Слушай, ну... Секс был нормальный позавчера. Мы договорились с тобой сходить в кафе, но... Ну, ты жёг мой дом. Ко мне больше не поедем. Я тебе, конечно... Ты слишком интенсивно занимался сексом. Пироман. Ты первый в мире мужчина, который сказал... Слишком зажигательно. Да, да, да. Ты первый в мире мужчина, который сказал, я тебя так жёстко трахну, что ты просто, типа, сгоришь. И это сбылось. Тебе крышу снесёт. Да, тебе крышу... Между ними искра пробежала. Она искра буря безумия. Ты много раз говорила, что ты отец, и вместо того, чтобы объедать своих детей, никто другой не должен о них заботиться, как отец и мать. И ты это от меня уже неоднократно слышал. Объедать это было гениально. И страшнее, чем детский дом, это семья, где о детях не заботятся, где их оставляют голодными и, в общем, подвергают их жизни опасности. Юля, а я объедала, скажем так? Можно я сядну? Конечно. Вы как с ними познакомились? Знаете, мне знакомая скинула ссылку на пост Маши, но на самом деле я теперь знаю, что это писал Вова с её страницы. Помогите нашим детям, нечего есть. Я написала им в личку сразу, если вам действительно нужна помощь, пожалуйста, напишите мне. Мы списались с Вовой, созвонились. В общем... Увидела посты девушки. Ой, семья бедная. Потом списалась с Вовой. С какой целью, интересно? Вот что это, вот как-то фотку увидел его мужа, что ли, да? Он такая, бля, ебать, это ж мой любимый актер. Но этим точно помогать надо. Мне постоянно скидывают подруге посты, но вот здесь зацепило. Она такая, здесь можно по помощи, по бартеру организовать. Буду объяснять ему, как не обедать детей. Услышала, что трое детей в семье, что у них нет еды. Это было как раз после Нового года, когда там у людей столы ломились от еды, а детям нечего было есть. Я купила продукты и поехала к Маше и Вове. Там я с Вовой только познакомилась. Вот. Я увидела, что Маша, ну, девушка такая заботливая, чистоплотная. Вову я тогда совсем не знала, но подумала, что у людей какие-то временные трудности. Нам, возможно, сейчас рассказывают про остановление их полиаморных отношений каких-то, скорее всего. То есть там еще будет подсюжетный поворот? Скорее всего, да. Кроме того, что я сама... Я бы хотел. Вот так скажу. Это было бы круто. Ты бы хотел полиаморные отношения? С Владимиром. А кто с ним бы, блядь, их не хотел? Смотри на него. Помогала, я... Ему вообще напрелась, что происходит. Он его, знаешь, у него в голове 86 миллионов, он типа в файв-палме просто в дрочильню пошел. У него еще три эфира сегодня. Да-да-да. И договор с Нетфликсом подписывается документалке. Еще и привлекала к этому своих подписчиков. В соцсетях я разместила пост о том, что семье с тремя детьми требуется помощь в виде продуктов, одежды после выросших детей. Неожиданно это получило очень большой отклик. Вот. И люди стали... Все мои 24 подписчика... То есть она говорит, что было много лайков, поэтому она решила ей помогать? Нет, она говорит, что просто ее зацепила история, она разместила для своих подписчиков вот это вот... И они тоже стали помогать? Да. То есть если вот там фотографии того, сколько они собрали, все понятно, как они на тысячу месяц живут. Ссылки и заказывать в интернет-магазинах что-то для них. Я целая машина с воб... Ебать, ну, так-то можно... Разгружала продуктов, там, одежды. В общем, было очень много всего. Когда я пришла в квартиру, потому что не было ни постельного белья, ни одеяла, ни подушек, ничего... Ну, в общем-то, одежды было очень мало. И я стала... Ну, когда я пришла, первое, что я видела, что дети были больные. Потому что Никита был... У него температура была... Какая хуйня, наверное, эта проездочка на рельсах, бля, или это кран, наверное, кран, да, скорее всего? Ему страшно было близко подойти. Он был горячий, он очень сильно кашлял. Девчонки тоже. И мы сразу... Мы уже поехали в частную клинику к педиатру. Троих детей педиатр осмотрел, и у Никиты было подозрение... Ну, она прям впряглась мощно сразу. Ну, так там же надо вызывать разных людей. И с той, и с той стороны, что вы были. Пневмонию. Мы тут же сделали рентген. Оказалось, что это все-таки бронхит. Мы сразу же в аптеку. Все прописанные лекарства купили. А дети правда были голодные? Они просто... Ну, вот бросались на еду. То есть, если мы, например, открывали коробку, а там лежит печенье, они с таким... Ну, это не просто, когда дети бросаются на сладкое, а просто, ну, прям видно, что дети голодные. Они запихивали в рот, там, яйцо сварили. И Никита, ну, просто вот годовалый ребенок. Это, ну, как бы это зрелище, на самом деле, очень страшное. А что за история с телефоном-то? Я поняла, что Маша без связи. Я купила новый телефон, смартфон, отдала Маше и сказала, ну, чтобы она была на связи. Мало ли, придется вызвать скорую, или придется позвонить педиатру, или связаться с ними. Потом, примерно через неделю, я узнаю, что телефон заложен Вовой за 700 рублей в ломбарде, или как это там называется. Ну, Вова такой диапазон. 700 рублей за дом 86 миллионов. Просто в кубики кидает. Такое число. Рандомайзер просто. Нуля до 86 миллионов, блядь. Хотя мы не знаем, что за телефон. Она сказала, новый смартфон. Смартфон не может 700 рублей вообще никакой стоить. Это в ломбарде. Ну что? Даже если там... Вайли Фокс может быть только стоить. Этот, Айкон. Алкаты Айкон. О, нихуя ты вспомнил. Тут уже я стала понимать, что это какая-то вообще получается бездонная яма. То есть, эта вся помощь, она уходит куда-то вообще... Они вам хоть раз спасибо сказали. Да, Маша очень благодарна. Она всегда мне говорила, писала. Вова тоже, он очень вежный. Тут неважно этот. Человек в третьем лице о нем говорит. Ну это... Про Гордона нельзя сказать, что он мизогенист какой-то, да? Получается, он наоборот больше за женщину спрягается в этом выпуске. Разбейся за мужское или за женское? Правда, что это за... Вообще он человек большого обаяния. Он, в общем-то... Я вижу. Особенно на меня подействует. Так... Да и вообще он, типа, и в постели достаточно неплох. Человек большого обаяния. Больших талантов. Да, за нами, возможно. Почему он не работает, скажите мне? Вы же пытались выяснить. Я не знаю. Это первый вопрос. Нет, когда я приехала, я спросила, Вова, где ты работаешь? Он сказал, что он работает охранником в торговом центре. Но потом я стала с ним часто общаться, и Вова всегда был дома. Я спросила, а какой у тебя график? Ну, то есть что это? Он сказал, что он уже там не работает. И начал придумывать разные какие-то там еще профессии. И вообще у Вова... Как он может быть охранником, если он похититель, сердец, сочет? У него просто манер такая, понимаете? Он надо или не надо, он просто постоянно врет. Вот даже просто без необходимости. Такая натура. Это была бы его натура, если бы не было троих детей. Да, да. Он только что сказал, я сжег дом, и что? Он постоянно врет. Да, я сжег дом. Такой, я хочу 86 миллионов. Я на камеру вам на съемках сказал, что я его сжег, и вам сейчас говорю, я сжег. Он врет постоянно. Значит, нас ищут органы опеки, и сейчас они знают точный адрес. Мы здесь. Все. А что есть, на самом деле, он хороший муж, и он врет, что он такой плохой. На самом деле, не сжегал дом. Да, у него синдром самозванца, знаешь, такой. Мне плевать было бы на его натуру. А вот смотрите, вот эта натура нам сегодня здесь, в студии федерального канала, сделала заяву на то, что это он поджег дом, купленный на материнский капитал. Вы что знаете об этом? Вова мне тоже это говорил. И тут и говорить ничего не нужно. Это очень такая история. Он хотел получить наличный капитал. Ну, значит, он не врунт. То есть он рассказал самую сокровенную историю, самую сокровенную вещь в своей жизни. Человек, который мешок макарон привез. Да. Ой, наличный. Материнский капитал наличными. Но ему никто как бы не дал. Поэтому он такую вот схему гениальную выдумал. И думал, что как бы вокруг все... А можно такой вопрос? А вот ты мне сейчас говоришь, что мне наличными никто не дал. Ну, на материнский капитал, да? А как же я тогда купил дом-то? Ну, это же сделка по покупке недвижимости. Если по покупке, тогда мне же... Значит, послушай меня. Что он пытается оправдаться сейчас? Он же уже сказал, что он его сжег, чтобы получить страховку. То есть такая... Но это не потому, что мне наличка нужна была. Я хотел все-таки на карту все получить. Не, он хочет ее притянуть за слова, типа, откуда у него бабки были вообще для осуществления этой махинации, типа. Не, он же... Она говорит, он сжег дом, чтобы обналичить материнский капитал. Но он купил же изначально. Да, но материнский капитал можно тратить только на определенные вещи. Ты не можешь получить его налом и пойти в казино. Ты можешь там на образование, на покупку недвижимости. То есть там ограниченная сфера применения. Это 7 лет минимум. Вот ты наговорил сейчас минимум на 7 лет. То есть вы купили дом на материнский капитал. Ты его застраховал. Потом поджег, чтобы получить страховку. Ну... Пока все звучит слабо. Да, нормально. Вот я тебе реально говорю. Все. Все, это клеточка. Господи. И он такой, да, по***ть. Нет, это какая клеточка? Это вы четыре пальца скрестили. Да, да, это ничего не значит. Это пока что для меня, это значит 86 миллионов. Вы меня найдите для начала. Ты такой, да. Он так, знаешь, разбивает. Владимир, ниндзя. Здесь свобода детям это называется. Детям, свобода. Кстати, о детях. Давайте посмотрим на уровень развития детей в этой семье. Блядь, ну что ты... Конечно, понятно, чё ты... Ему два годика. Он умеет говорить? Нет. Не умеет ни мама, ни папа? Может, в пять лет получится заговорить. Он на грудном кормлении. Ева три годика. Это учили читать. Но мы сами читаем тоже. Там, на ночь или... А что читаете? Покажи книжечку. Здесь нет книг? Пожалуйста, колобок. Пускай это колобок. И тогда история всё-таки... Я думаю, они читают кавку превращения, знаешь, типа... Ну, у них большие планы на будущее. Что это за буковка? Это я. Это тебе. А это? Это тебе. А расскажи, чем ты обычно занимаешься? Программированный Пайт. Играй, играй в Fortnite. У-у-у-у. Всё. У меня канал про Майнкрафт в 2023 году. Хочусь специальные юные уроки делать. А что ты обычно делаешь? Как твой день проходит? Ну, я встаю в 5.30, принимаю холодный душ. Потом пробежка 5 километров. Подожди. У меня осознанный очень день. Что? Ну, подожди. Журналист Первого канала докапывается до пятилетнего ребенка из бедной семьи. Это трехлетний? Вам же самая старшая. Трехлетняя. Поп-семь. Возможно, пятилетняя, ладно. Вот эта буквь какая? И. Это? И. Ой. А вот эта? Фу. Ой, я символа. Не прочитаешь? Нет. Скажите спасибо, она разговаривает. Супер. А мама напишет? Журналист. Мама напишет? А ты напишет. Е-р-в. Что же это значит? Боже. Там просто оператор с журналистом стоит. А попроси написать ее что-нибудь еще. Давай еще угарнем. Это что? А это буха какая? А давай еще мелкую спроси. Кошвар. Отличная работа. Так давай издеваться над ребенком. Ты что, дебил? Какая у нас зарплата, кстати, 300 тысяч в месяц, да? Ну, погнали, после этого бухнем в море. Это не ваша книжка даже. Мы у соседей отолжили. Извините, пожалуйста, Юля. Книги, вот знаете, вот такую стопу. Мы эту книжку одолжили у соседей. У них не было ни одной. Я привезла им, когда они жили в квартире Алены. Они у меня. Они же ушли, и вещи все вот эти, которые люди им присылали, которые я им покупала, они просто просили на квартире. Они нужны. Они просто им не нужны. Они голубых кровей, понимаете? Забирай, Вов, ты чего говоришь такое? Юля предложила оплатить долг за свет. Я говорю, не надо, Юль, пожалуйста, подтверди. Я сказала, не надо. До того, вот до этой программы, ты нам что говорила? Вы пока мне две тысячи не отдадите, я вам вещи не отдам, когда ты нас выселила, так? Честно, я сказала это в горячах, честно. Потом я подумала, потом... Мария, это, кстати, абсолютно нормально. Не покужа. Он уже притянул все-таки за словами. Он догнул свою линию. А знаешь, что мне самое интересное вообще во всем этом выпуске? Что он еще ни разу не обманул никого. То есть он говорит все по фактам. Вообще, он такой, он врун, патологический обманщик. Сейчас он ее на вранье. Да, да, да. Я вообще там, ты сказала, что ничего не отдашь, пока мы не заплатим. Ладно сказала. Ладно сказала, и что? Ладно. Мария, а сколько лет вашему младшему? Ну точно. Завтра день рождения у Никиты. Завтра. Два годика. Так, а во сколько дети начинают разговаривать? Ну, девчонки... Эй, могу, блядь. То, что у нее три ребенка, значит, что она разбирается в детях. Да, типа, блядь, я вот в нее насмотрю, но это же очевидно, что нельзя, чтобы она детей рожала. По-раньше, ну, по-раньше. Ну, вы просто сказали. Она, блядь, охуенно бы сыграла зомби. Ну, то есть, типа, ничего даже делать не надо. Просто наливаешь ей 100 грамм водки. У вас сколько начинают разговаривать дети? Я думаю, где-то в полтора, наверное, в два. Я просто не знаю. Но у меня и трех детей нет. Нет, у меня вот племяннику ему два, и он уже разговаривает по-итальянски. По-русски, там, типа, пару слов знает, но по-итальянски нормально. У меня, типа, этот племянник... Он в нижнем живет. Да. Просто решил, он выбрал итальянский. Да, да, Рим, где-то под нижним. Короче, билингвистический ребенок, но по-итальянски лучше. Просто в пиццерию часто ходят. В этот, как это называется, блядь. С коробки все учил текст. Блядь, как это... В Мама Рома он... Папа Джонс, блядь. Мама Рома, Папа Джонс. Блядь, какой ужас. Сказали, что ваш сын Никита заговорит к пяти годам. Ну, это мне просто девушка Наталья сказала. А вы хоть раз с Никитой у врача на каком-нибудь плановом осмотре были? Мы когда в Нижнем жили, нас посылали на Гагарина там куда-то. Там у них Мавзолей Гагарина просто в Нижнем жил. Там в своем жиле, да-да-да. Это было когда полтора года назад? Это точно не могу сказать. Да, вы ничего не помните. Когда мы жили в Нижнем... Вас посылали к неврологу. Мне нравится, что у Юли вообще в целом от этой девушки есть какие-то ожидания. То есть она выглядит так, будто бы типа у нее вообще ничего не надо спрашивать. А надо, ну, лечить человека, то есть, а не вопросы задавать ему. Вы когда были в клинике? Не помню. Я в прошлом ничего не помню. Вы к нему хоть раз сходили? К неврологу? Ну, мы хотели, мы... Хотели, но не сходили. И то, что ваш сын в два года не говорит вообще... Она такой себе пасту на Патриках закажет после этого эфира тысячи за две вообще. Сидит, человека унижает. Ты не так живешь, как надо. Я боюсь, что ее такси до дома будет стоить тысяч двенадцать. Где-то. Не снимают в Клину, что ли? Нет, ну типа это будет точно Майбах, либо В-класс какой-то, как минимум. А потому что у нее сегодня заболел водитель, и она на такси поедет. Нет, смотри, ну у них восстанки на съемке, а дом у нее минимум на Рублевке где-то, либо в каком-нибудь там другом районе, который в километрах сорока, я думаю, от Москвы. Плюс-минус. Она поедет, нальет себе бокал вина. Макал она двадцатипятилетнего. И перед этим камином такая подумает, как там звали эту бабу сегодня. Помню. Одноглазая я ей буду звать. Ужас. Вас не смущает. Невролога не. Я ей такие хорошие советы давала. Вот теперь это ее задача исправиться. Знаешь, как Тони Робинс, просто стань богатым. Встань в позу успеха. Да-да-да, у тебя все получится. На автозаводе. Послушайте, мне абсолютно все равно, был там невролог или нет. Просто попробуйте откроть смысл. Да ты сама и спросила про невролога первое. Как будто она начала рассказывать про своей клинике. Она бы вообще не хотела отвечать на вопросы. Она бы с удовольствием переехала в другой город давно. А давайте отправим съемочную группу домой к Юлии Барановской. Посмотрим, что там происходит. Интересно. Я думаю, не нужно этого делать. Знаешь, о чем я подумал? Почему этот сюжет вообще состоялся? Потому что их следующей точкой дислокации как раз оказалась Москва. Они такие, мы из Нижнего в Москву переехали, чтобы скрыться от органов. На свободный этап, можно подснять что-нибудь. Да-да-да. Я знаю точно, что если ребенка посылают к неврологу, туда надо сходить. Потому что очень много вещей можно скрыть. Знаешь, типа, ты иди нахуй, а ты иди к неврологу. Потому что к неврологу точно надо сходить. Это прием у педиатра классический. Скорректировать в маленьком возрасте то, что потом скорректировать невозможно. Но у вас нет на это времени. Вы же работаете с утра донышей. Мы пытались на автозаводе сходить с ней. Мы не успели. Маш, вы выросли в детском доме. Какая-то родня-то у вас есть или нет? Вопрос интересный, типа. Даню Милофина знаете? Сестра и братья. Сестра как зовут сестру? Катя. Да, Екатерина Кравченко приехала к нам в студию для того, чтобы... Чем она, знаешь, такая, типа. Ой, она же такая тупая. Да, типа. Кошмар. А я вообще не на чему ненавижу. Не начитанная, вообще абсолютно не о чем поговорить. Сейчас душней будет. Высказать свое мнение, с кем и как должны жить. Типа, у людей должны быть холодильники дома. Боже, бла-бла-бла. Я все это слышала, блядь. Видите. Здрасте. Здравствуйте. Она широчайшая качает. Сильно просто такая, знаешь. Привет, Маша. Че ты делаешь? За ум возьмись. Сколько раз я тебе говорила. Бросай. Она так сильно встала не там, где ее попросили встать, когда выйдет. И сказать, пожалуйста, встаньте вот там. И выскажите вот эту мысль. Просто спиной к камере. Его, дуракань. Жалко мне от тебя. Она мне тоже говорила. Развод был, уйду. Она устает с детьми. Все. Потом через день-два у них любовь. У них опять вместе они. Она говорит, я... Редакция этого шоу позовите, пожалуйста, нас с Эльдаром в студию посидеть, посмотреть. Я бы получил лучшие впечатления в жизни, я думаю. Я давно хочу это сделать. И я думаю, что мы обязательно туда попадем. А вообще, типа... Я надеюсь, на лучший костюм буду вот так вот сидеть. И когда надо делать так. Вот. Но смена у нас стоит по миллиону. Устаю. Трое детей. Приезжали ко мне они. Раздетые. Голодные. Одной кашу, может, там кормили лапшой. Дети без трусов. Без... Она вспомнила. На что она стригерила-то? Какая новая информация была? Раздетые дети. Сейчас лето на дворе, короче. Продукты могут испортиться. И это типа... Новый персонаж только что появился. Это цыганка Сэра какая-то. Кто это, внезапно плачущий человек? Носков. Они сами. Мне их прям жалко, детей было. А что не так? Что ты смеешься? У меня даже муж итог говорит. Не мы-то, грязные, вонючие. Да? Да. У меня просто муж мог приехать. Просто он на работе. Мы, по-твоему, приехали грязные, да? Без носков мы приехали. Без носок. Вот последний раз ночью приехали ко мне. Когда мы последний раз к тебе приехали, мы че... Носок или носков? Носков, я думаю, все-таки правильно будет. Кто из них сказал правильно? Он. Она носок сказала. А он носоков. Балл в сторону Геральда. Только вещей привезли. Да? Ты дальше... Зачем? Вот зачем ты сейчас, в данный момент, в прямом эфире, ты сейчас говоришь, что мы приехали ни с чем? А может ты нас всех вызываешь? У чувака красноречие прокачано. Он такой, подожди, ты сказала, что мы голые, но на мне носки. Он за факт-текинг жёсткий. Он ролики с носа как просто смотрит точно. Учитывая, как они живут, точно смотрят. Не, блядь. Я всех вызываю. Я тебя вызывал. Дура ты. Я тебя вызывал. А кто приедет? Мама больная у меня. Она и то со мной приехала. Всё расскажет. И я расскажу. А почему вы убежали, Маша? Кто вас так напугал? Ваша сестра или... Она проверила, опека не приехала. Потому что она закрывается. Она забыла креатив выпить. Ваша мама. Просто я увидела, я ушла. Кого вы увидели? Маш, я задаю вам вопрос. Всех я увидела. Это ваша дочка? Да. Как вы думаете, почему... Мама ва**бая, я просто... Подожди. Да. Но она росла в детском доме. Еб... Ебать. Чего, блядь? Ебать. Подожди. Она оставила себе ту старшую, а мелкую сдала в детский дом. Ну, видимо, типа, глаз не подрался, который она в Кавказе. Вазврат, да. Ну, Байл Борис. Чему она убежала, когда увидела вас? Постеснялась, но он побоялась. А вы ее что, били когда-нибудь? Чего она вас боится? Я не била. Я ее сдала в детдом нахуй просто, и все. Лучше бы била. То есть, никто реально не спросит этого? Ну, типа... Ебать. Ой, блядь. Как она в детском доме оказалась? Вы же живы, здоровы. Блядь. Да, хуй знает. Я, типа, просто пошла на базар, короче... Ну и... Я знала. Я брала, типа, капусту, помидоры, там, авокадо купила, и ребенка забыла просто, там, и все. На рынке. Вы выпивали? Ну, было маленько. И у вас из-за этого детей забрали? Да. Мне нравится это слово «маленько», знаешь, типа, ну, бутылки, две-три водки в день. В чем вопрос? Сколько детей у вас было? Четверо, пятеро. Всех пятерых забрали? Да. Все пятеро росли в детском доме? Да. А почему вы не пытались их забрать? Я схоронила мужа. Они... Он у меня погиб. Сохранила мужа просто, знаешь, в Атамик Харт играли с ним вместе, короче. Сохранила? Да. И свекровь на моих руках, вот, я их схранила. Я была чистой. Возможно, у меня была PlayStation 2, а там картер специальный для сохранения был просто. Ну, конечно, кошмар, насколько, да, типа, бухающим человеку тяжело. Говорить с трудом. Да, знаешь, что самое забавное? Типа, вот, по внешнему виду, по ощущениям, типа, ей 78, а по факту ей, типа, 52, скорее всего, или, там, 50, 100%. Ну, старшая дочка у нее взрослая выглядит, вот, мелкая. Не, я понимаю, ну, типа, она выглядит, но она тоже алкашка, скорее всего. Ну, наверное, до 60 что-нибудь такое было. Да, но ей точно до 60, но она уже вообще нулевая. Я упрятная, вот. Что с вашей дочкой делать? Вы понимаете, что трое ваши... Вот я бы не спрашивал сейчас, что с вашей дочкой делать? Потому что предыдущие решения не самые лучшие были. Типа, этот человек точно не сможет дать дельность. То есть, давайте ее еще раз в детский дом. То есть, вы у меня сейчас спрашиваете. Вы можете как-то через психолога попробовать сделать ей эвтаназию, ну, типа, чтобы она как-то приняла решение, может быть, правильное. Я как-то так с детьми обращалась. Не так работает эвтаназия, не через психолога. Нет, ну, типа, убеди человека, чтобы... Эвтаназия, это когда ты сам принимаешь решение. А кого нужно убедить? А ее? Ее, понял. Да там Гордон сейчас задавит, я думаю. Не надо и психолог. Шаг внуков. Поеду в детский дом. Вот я не хочу вот его видеть. Кого? Вот его. А вот по глазам он ее сын, потому что она тоже голубоглазая. То есть, вот эта Маша... Володю? Да. По глазам этот человек, он, типа, гриферством в Майнкрафте занимается сейчас. Он все-таки думает, что лучше инвестировать в недвижку в Дубай, чем на тачку все спускать. Проблема всех бед в этой семье. А ваша дочка, вы считаете, без него в состоянии с детьми справиться? Она погибнет. И ты добьешься этого. И моя мама не будет работать. Я сдала ее без видов, она вышла оттуда. Но я добьюсь того, что она погибнет. Бля. С ним погибнет? Да. А без него она справится? Ну, наверное, сдала. Мне кажется, у мамы вообще нет никакой юрисдикции, блядь. Какое-то оценочное суждение давать относительно ситуации ее дочери. А вы уверены? Ну, ваша дочь... Мама такая, ну это как на зеро поставить, хуй знает. Я чуть вверхе сделала, там, в принципе, нормально. Абсолютно очевидно, не приспособлена для самостоятельной жизни. Мы ей говорили... Мама такая, да я до сих пор не приспособилась сама. Типа, вы че, хуй говорите? Лили, я говорила, Маша, ты погибнешь с ним. Она... Я его люблю. Скажите, а он ее бил? Бил. При вас? Ну нет, я говорю, ну... Мне видео скидывали. Она в Щедровке, у ней света у них отрезали, а он бегает только. Юль, у вас хочу... По-моему, он еще и плавает. Потому что, ну, все-таки... Не стану надевать иногда. Да, нормально все. Вы все-таки много помогали этим детям. Ну, вот только честно. Положа руку на сердце. Они достойны быть родителями этим детям. А, ну, вы знаете, Маша... Мне кажется, что без Вовы она вполне... Ну, понимаете, есть такие вещи там... Ну, допустим, у детей нет индивидуальных зубных щеток. Это же не повод забирать их в детский дом. А пустой холодильник? Это? Все сдаем, все отбираем. Вы считаете, что она одна без помощи справится? Без помощи... Нет, без помощи она не справится. Но без Вовы плюс помощь соцзащиты, органов опеки и просто неравнодушных людей родственников. Маша справится с детьми. А в чем Вовина вина? Что он не всегда работает и сдал телефон, и дом вжег. И занимается пранками ВКонтакте. Говорит, что жена умерла. А, да, потому что вот это еще было. Но это ясный... Маша не против того, чтобы они... А ей вообще в целом все нормально. Я так и не понял, почему Вова, типа, там, гондон самый жесткий. Ну, да, вот с этим, что жена умерла, да, я забыл. То есть тут нужно на чашку весов, конечно, благополучие детей. Ну, смотрите, у нас план такой, как я сформулировал его, да. Сегодня детей забирают. Пусть она решает свои проблемы с Вовой. Пусть она решает свои проблемы с жильем. Она же не уходит от него, понимаете? Органы опеки обязаны будут выйти в суд с ограничением или лишением родительских прав. Если за это время Маша не возьмется за голову, не выкинет его из своей жизни, не обустроить свою жизнь по-другому, так и будет. Знаешь, вот почему мне нравится мужское и женское? Что там нет никакой постановы никогда. То есть это по факту... Ну, первые фразы постановочные, когда они выходят, мне кажется. Ну, может быть. Но я имею в виду сама ситуация, то, что разбирается. Это невозможно вообще даже придумать нахуй такое. То есть таких фриков каких-то найти. Вот это прикольно. Ну, это не фрики, это просто люди, которым не повезло. Это знаешь, вот нам... Вот мамаша заложила мужское... Такое женское для меня, знаешь, напоминает какие-то американские шоу реалити, короче. Которые максимально приближены к жизни нашей, короче. Мы с Женей смотрели на тело, сел, сейчас отдельно от меня смотрит, шоу про двух девушек, которые в общей сложности весили вместе 600 килограмм или 550. Большие сестры. И вот они это... И одна из них 50 весила. Нет, одна из них весила 300, другая 200 с чем-то, короче. Вот. И там их прям быт, жизнь показывается. И ты понимаешь, что это, ну, типа, это так и есть. Вот это такая жизнь. Нет, в DLC вообще тема. Да, вообще я это в сердечке прям максимально. Долгое время смотрел по вечерам. Да, да, да. Вот. И вот мужское и женское это максимально приближенное к этой истории. Вся ситуация. И кадр, и постановка, и драматургия. Супер вообще сказка. Мне нравится. Лайк. Ну, на DLC прикольно, когда они прям, ну, весь день с ними проживают. Там все шоу... Ну, у них же прямо сезоны. Да, 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 да. Здесь больше разговоров просто. Да, да, да. И там никто никого не осуждает. Нет, а здесь Гордон их с говном мешает вот так вот просто. Если говорить серьезно, то здесь, да, типа, не так много экшена. Просто сами по себе эти персонажи очень забавные и диалоги. А иногда бывают выпуски, где там бесконечно просто показывают хайлайты жизни людей. Типа, что они делали, что происходит. То есть, здесь просто такой выпуск попался. Ровно так и будет. Кто после этого захочет прислать свою историю? Он сказал, сейчас ваших детей забирают. Муж садится на 7 лет, а ты его лишаешься. Ну, где Маша? Там просто, знаешь, типа, говорят, там, типа, на Сбербанк миллион рублей придет. Он говорит, я за 7 лет посижу, нормально будет. Все равно никогда за столько не заработал. Если вы пытаетесь развести страховую на 8,6 миллионов, приходите к нам и расскажите об этом. Вашу историю я очень сочувствую, в первую очередь, детям. И у Маши, что мне дают надежду. Проблемы есть. Если мы туда придем посидеть, то я не смогу вот такие добрые комментарии, в кажется, давать. Мне будет желание говорить вот так вот. Ну, как пойдет. А вдруг ты, наоборот, проникнешься какой-то историей или подберут какой-то сюжет, где ты будешь таким, знаешь, эмпатичным человеком. Я бы сказал, в первую очередь, хочу сказать, Юлия, при чем здесь была история про Колобка? Я сижу уже час, не могу понять, почему это за травочка была. Я боюсь, что вступление снимается где-то после шоу, скорее всего, либо до, когда еще никого нету в студии. Если вот все-таки... Ты бы не знал об этом просто. Какое-то понимание того, что есть жизнь или надо жить без Владимира. Поэтому, Маш, я являюсь руководителем кризисного центра. Если ты хочешь, мы принимаем, безусловно, с детьми. У нас есть все необходимые специалисты, чтобы поднять детей и заговорить. Я бы сказал, я являюсь руководителем нашей группы ВКонтакте, где мы с ребятами собираемся и играем в Dota 2. Руководитель, фан-сообщество Гордона. Если ты хочешь присоединиться и просто немножко апнуть себе рейтинг, то, конечно, с удовольствием мы примем тебя в свою команду. Сделаем репост, поставим, где ты еще раз умерла. Да, она же хороша в принятии жизненных решений. Особенно в стрессовой ситуации на Первом канале. Да, как ты смотришь, пойдешь? Сейчас что-то. Давай. Она телефон новый за 700 рублей заложила. Она такая, я не знаю, что мне делать. Спрошу, наверное, совета у мамы. Какой кризисный центр? Я руководитель кризисным центром. Прямо сейчас буду давить на тебя под камерой. Ты сама делай решение, принимай его. Давай, ты хочешь нормально жить или нет? Решай сейчас. Что ты думаешь? Маша. Но... Маша... Маша такая, я хочу, чтобы мне договорился глаз, бля. Можете как-то это сделать? В курсе, что такое кризисный центр? Нет. Это центр... Нет. Центр кризисов. ...котором помогают женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ты и дети. Как определяется трудная жизненная ситуация? Думаю, если ты пришел на мужское и женское, то, скорее всего, она уже случилась. У всех. Да, причем. Да. Это жизнь без Владимира. Это жизнь без Владимира. Я поддерживаю такую опцию. У тебя жизнь-то еще впереди, тебе 26 лет, я так понимаю, и дети маленькие. Тут экспериментировать нельзя, потому что, действительно, уже вы далеко зашли, и 4 года отношений с ОПЕКО в таком формате. И если он тебя считает умершей и собирает, я вижу, декабрь 2021 года, то это, ну, я не знаю, будущего тут нет. Что, если она, на самом деле, мертвая? Это как в фильме про эти двое друзей третьего изображали, что он живой, типа, ходили там. А, да, 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 да. А, возможно, ты просто знаешь, типа, голограмма тупака, когда Snoop Dogg с ним выступал, типа. Поэтому мы готовы тебе помочь. К сожалению, вся эта ситуация, как мне видится, сложилась из-за того, что... Это Ярослав Кондратьев, юрист, если ты не знал. Юрист просто. Почему не мы там? Я тоже не понимаю. Что у него на руке за цепочек? Ну, он вы***вается сейчас жестко, типа, он крутой. Мария и Владимир не знают таких слов, как обязательство и ответственность. Вот там же они, очевидно, очень много слов не знают. Типа, там, дискриминант не знает, что это такое. Мы знаем это слово. И он такой, а, тогда все нормально. Как высчитывается дискриминант? Когда они несли ответственность за свои действия, соответственно, возникают вот эти все вытекающие проблемы. Нравится, знаешь, типа, эксперты, которые в конце говорят очевидное просто самое, типа. Когда есть проблемы, мы видим, какие бывают последствия. Просто вы не знаете слов. Тяжело смотреть, в принципе, на детей в таком состоянии. Прекрасные, красивые дети, но находятся в таком... Как он понял, что они красивые? Я не понял. В такой семье, в которой нет взаимопонимания, любви и ответственности и обязательств. Будущего нет. Будущего тем более. Соответственно, с чего следует начать? Это первое. Привлечение к ответственности. К ответственности следует привлечь. Первое. Это начать с органов опеки и попечительства. Которые должным образом не исполнили свои обязательства. Не удостоверились, где живут дети, когда их отдавали обратно. Они не удостоверились, где они живут. Какие условия у детей. С учетом того, что я посмотрел очень много выпусков мужского и женского, я официально заявляю, что органы опеки ни в одном регионе России вообще не работают. Есть просто один орган опеки на всю страну. Нет, у каждого же региона свой отдел какой-то есть, понимаешь. И там просто всем похуй. Везде всем похуй. Не важно, что происходит вообще в семье. Это ужас, если так серьезно говорить. ...нули их обратно. Далее следует привлечь к ответственности непосредственно Владимира за то, что дом... Он слишком красивый для этого шоу. ...сгорел, как нам признался Владимир, что и... Он его сам непосредственно сжег для того, чтобы получить выплату. А вот если ты говоришь, что я сжег дом, это же не значит, что ты сжег дом. Я вот тоже только хотел сказать, типа, ты... Это же ничего не значит, где доказательства какие-то. Потом скажешь, нет, но я... Я пошутил. Типа, для острого словца сказал, чтобы у всех были какие-то комментарии едкие в мою сторону. У вас есть запись, где я сказал, что я его сжег. Что? Ну да. Это же не доказательство, что я его сжег. Типа, я могу сказать все что угодно. Но я убил этого кого-то. Кеннеди. Кеннеди, да. Мне, честно говоря, очень жалко Марию. И очень хочется ей помочь. Что я могу сказать? Ей обязательно нужно оформлять все возможные пособия, которые есть... Если есть такая возможность. Если она... Сейчас будет какую-нибудь интеграцию сюда. Еще подписку Яндекс Плюс. Семейную. Там просто пять человек. Готовы бороться за детей, готовы с ними жить и видеть будущее. Но при этом без Владимира исключительно. Потому что с ним жизнь просто не представляется возможным. Соответственно, что можно чем помочь Марии? Это... У нас сейчас есть такая возможность с февраля этого года оставлять себе прожиточный минимум. У нее удерживается, как я понимаю, там 50% платежей. Скорее всего, просуженные за коммунальные платежи. И у нее остается половина, там, из пенсии. Можно сделать в размере прожиточного минимума. Плюс есть дети. Ну и того, там, ей практически все будет оставаться. Вы поможете. Спасибо, Ярослав. Спасибо, Варвара. Ну, так как я до эфира общалась с детьми... Варвара-то, короче, странно. Вчера тоже накидала варианты, как юридически можно денежек побольше разрулить. То есть он не сильно далеко от Владимира вышел. Я немножко расскажу про детей, про текущую ситуацию и про перспективы, которые светят. У детей достаточно серьезная педагогическая запущенность, вследствие чего когнитивное развитие отстает от возраста сильно, логическое мышление не развито, сложности с речевым развитием, логопедические трудности. Все это волей-неволей подтянет в итоге за собой и психологические проблемы. Проблемы социализации и самореализации детей. И заниматься ими, естественно, никто не занимает. Это же минимум три новых выпуска мужское и женское. Почему? Прямо сейчас готовятся с этими детьми. Пока у них все это... Отставания в развитии копятся. Это выльется в проблемы психологические, социализации. И потом можно будет сделать три выпуска с разницей в два года. Пять, три... Ну да, на самом деле так и есть. Возможно, кто-то забеременеет в 16. Это инвестиция в контент. Кто-то в 12. Я думаю, сейчас, знаешь, типа... Продюсеры, редакторы передачи «Мужское и женское» будут специально делать так, чтобы дети старались не развиваться. Я думаю, маячки просто поставили, чтобы не потеряешься. Да, типа, просто вместо книжек Nintendo Switch подарили им. Они просто ходят и их уже снимают заранее, чтобы потом материал был. Ты знаешь, как семейство Кардашьян, только семейство... Гоупрохи на них повесили и все. То есть, вплоть до того, что дети не знают, как зовут маму-папу. Мама – это мамка, папа – это папка. Вот рисунок пятилетнего ребенка. Посмотрите. Вот это дом, вот это папка и подписано. А вот это вот мамка и тоже подписано. Ну, в этом что-то есть, на самом деле. То есть, на аукционах, как там, Солсбери. Я такие штуки рисовал, как в Вест проходил. Знаешь, всякие нужно головоломки решить. Да, да, да. Писано. То есть, даже про цифры и буквы я не говорю. Дети не знают ни цифр, ни букв, но даже цвета не различают. Времен года не знают. Не знают, когда день рождения. Не все дети пишут в 5 лет, но чтобы они не знали, как зовут маму. В 5 лет? То есть, ситуация достаточно серьезная. Что-то подключилась к прожарке своей семьи. Такая, да, это перепор уже. Все, это жесть. Типа, что, мы не одеть дебилы, что ли? Все, это мы плохие родители. Я редко, редко говорю о том, что изъятие детей – это будет для них благом. Потому что я действительно не видела еще никого, кого бы осчастливил детский дом. Но в данной ситуации я понимаю, что мама в плане когнитивного развития детей ничего не может дать, к сожалению. И детям нужно работать со специалистами. Ей самой нужно развиваться. Ей самой нужна помощь. Ей самой нужна помощь. Да. Поэтому нужно действительно дать маме время встать немножко на ноги, прийти в себя. И, возможно, потом когда-то забрать детей. Но сейчас детям нужна помощь профессионалов. Маша, вы в начале программы попросили о помощи. Вот ко мне, как эксперту в области права, видится, что главная помощь вам – это ограничить вас от вашего мужа и ограничить... Ха-ха-ха! Офигенная помощь! Типа, мы забираем у вас детей, и все. Лучшая помощь вам – ограничить вас от всего. Да. Запереть и отрубить вам руки. В бассейн вас поместить и удалить лестницу, чтобы вы не выбрали, и все. Ваших детей от ваших... Там мамикс снимал видео, как из ямы выбраться. Без ничего. Я не думаю, что она даже мамикса смотрит. ...вашего супруга. Я, со своей стороны, готова вам помочь развестись с этим человеком. Ограничить... А вы у нее спросите, она хочет с ним развестись? Ну, она вначале сказала, что... А вы хотите с ним развестись, Маш? Я не могу сказать. Ну, потому что она находится в психологической зависимости от этого мужчины. Вы понимаете? Адвокат, а не психолог. Что она тут начинает? Что за анализ? Это мы психологи здесь с Русланом? Это мы можем выставлять какие-то диагнозы? Вердикты свои выносить. Она что-то... Либо подписываешь, что адвокат, либо... Что ваш супруг публикует в вашем аккаунте ложную информацию о том, что вы умерли, и собирается у людей деньги. Или запостил прикольный мемас. Да, просто шутка смешная была. Ну, возможно, кто-то не понял. И прислал одежду. Это не его проблемы. Это состав преступления, мошенничество. И фактически в эти действия вы осуществляете вместе. Вы что, хотите тоже все в тюрьму? Вы что, хотите, чтобы ваши дети остались одни? Юль, хочу в первую очередь вам сказать большое спасибо. Не, не, за что говорить. Спасибо, правда. Искренне, от души. Потому что, ну, мало помогать еще. Помогать с таким количеством терпения. И... Ну, как-то так честно и искренне. Если бы ты сидел в зале как эксперт, что бы ты сказал в конце? По поводу этой ситуации? Да, вот если бы на этом выпуске ты сидел, то что бы ты... Я бы сказал, что в первую очередь главной героине нужно сделать вазоктомию. Или это мужчинам делают вазоктомию? А с женщинами перевязывают трубы. Ну, я понял, что ты имеешь в виду. Короче, в общем, сделать так, чтобы она перестала быть дееспособной матерью. То есть ты сразу это... Плодородная. Нарушение конституционного строя. Да, да, да. Начинаешь с базы. Знаешь почему? Потому что все равно эти слова вообще никакого веса не имеют, потому что это слова. То есть у меня бы это так выглядело. То есть просто постараться сделать так, чтобы эта женщина больше никогда не имела, не смогла иметь детей. Во-вторых... То есть нужно ей просто хорошую карьеру дать? Актриса. Да, вполне, например. В каком-нибудь... В ремейке «Сияние», я думаю, какого-нибудь она бы смогла бы сыграть. Дать ей огромный бизнес, чтобы не было времени на рождение детей и все. Да. Типа, я не знаю, там, встать генеральным директором Теслы, например, или... Вайл Борисович. Вайл. Разброс достаточно интересный. Вот. И второе, что я бы сказал, это обязательно изъять у нее детей, потому что это будут просто максимально девиантные личности с абсолютно неадекватным поведением. Я думаю, они вырастут, потому что, ну, невозможно без определенных условий вырастить нормального члена общества. А их просто, ну, физически не существует в данной квартире, при данных родителях. Вот и все. Да у них квартиры по всему региону там, они показывают, у них недвижки больше, чем... Нет, подожди, возможно, если бы мы узнали, что это пранк какой-то, и, типа, у них реально они какие-то молодые миллионеры, типа, может быть, это друзья Моргенштерна, то есть... И у них хобби придумывать себе, стрёмные истории про детей. Они наняли актеров детей, которые изображают, что не умеют читать. Как-то так. Руслан, а ты бы что сказал? Я бы сказал, вас не спасти, по-моему. Я не знаю. Сочувствую. Очень жаль, что такое бывает. Я, кстати, смотрел, знаешь, что с тобой? Этот выпуск самого слабого звена, который называется «Не самое слабое звено». На выход. На выход. А это, типа, у них франшизу забрали, да, я так понимаю? Я думаю, что да. Я понял. А что тебя кикнули, блядь, вообще несправедливо, пи***ц? Ну, я... Что это за хуйня вообще? Я вообще не понял. Я хотел поиграть, да, но вот... Там надо было Эльдара первого кикать. Мы там всех потом отчитали за неправильный... Это полная хуйня была вообще. То есть, типа, тебе дали самое маленькое количество эфирного времени. Не, первого Жора, ну да. Не, ну Жора, это понятно, там, типа, ладно. Жора, понятно. Я тоже. Я чуть-чуть расстраивался, но потом так вот в целом со стороны смотреть тоже было прикольно, потому что... Иначе я дальше позорился, не отвечая на вопросы. Вопросы были такие достаточно. Простенькие, на самом деле. А там всегда так, что... А, типа, мозг отключается. Мало того, что когда другим задают, ты знаешь, 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 и те задают ту, которую вещь ты не знаешь. Ну да, наверное, так. Ребята, ну мы посмотрели выпуск. Я думаю, там дальше будет очень много экспертов. Ну давай добьем. Ты думаешь? Там, мне кажется, ничего не будет. Ну давай. Почему они не пригласили в студию кого-нибудь из... Служба опеки. Служба опеки. Чтобы он вышел такой. Ага, попались. А там всегда такая история, что служба опеки, они максимально игнорят, короче, вообще кого угодно. То есть очень часто вставляют фрагменты, когда, типа, ребята с первого канала звонят. И они такие, нет, мы ничего не можем сказать, до свидания. И все, они заняты, они гоняют за вашу уже 4 года. У вас это видно, спасибо. В этой студии часто бывает, что у меня нет слов. Это тот самый вот сейчас вариант. Оставлять их вдвоем невозможно. Оставлять им детей еще более невозможно. Думаю, что сейчас власть от каких-то мер начнет принимать. Вот такой финал. Я думаю, ему не дадут деньги за сожженный дом. Есть подозрение. Есть подозрение, что после каждых таких шоу, мужики, они обычно садятся в тюрьму, либо умирают. То есть, типа, я посмотрел очень много разных выпусков мужского, женского. Если там встречались какие-то суперфрики, ну, типа, скорее всего, все, и вздохли. Там, типа, алкаши какие-то. Но они же, первый канал, могут сказать, мы хорошо, мы можем взять тебя в кризисный центр, там, можем тебя развести, решай сейчас. А ничего не скажут. Давай вот ты бросаешь его, и за это мы тебе дом, машины. Вот как Мистер Бист такую историю сделали. Да, понимаешь, это невозможно сделать, потому что нет уверенности, что они не сойдутся. То есть, они могут как бы... Его посадят. Не, не, если посадят, то ладно. А если с него возьмут слово, что они расстанутся, из-за того, что зависимые отношения, скорее всего, они все равно в итоге сойдутся. Так вот, если посадите, все, пускай сидит. А так, вот, смотри, вот красный круг, все предметы из магазина, которые ты сюда положишь, твои. Эндека, не переживай, мы введем его просто в искусственную комнату 8 лет. Все нормально. Мы запрем его в стеклянной комнате, ты сможешь смотреть, как он красивый, но испортить тебе жизнь он не сможет. Да, он будет 8 лет сниматься в «Кажется, нащупал» в одной комнате и будет постоянно проверять, что... Мы продлим его на 3 сезона «Видимака» еще. Ребята, вот такой вот выпуск, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, подписывайтесь на Инстаграм и Ютуб-канал Руслана Усачева, но вы наверняка подписаны. Да, это обязательно нужно сделать, ну вот. Мы вчера обсудили, что у меня упали охваты, а у Ильдара не упали, и я теперь комплексовый. Ну, я выложил фотографию с Русланом Усачевым, это будет самая незалайканная фотография в Инстаграме. Или все это исправят, сейчас будут и отлайкают. Да, или переходите ко мне в Инстаграм, поставьте на нашу совместную фотографию лайк, потому что это очень важно. Мы зарабатываем этим деньги, если у нас не будет денег, никаких роликов не будет, ребят, вы чё? Если ваши отношения в семье похожи на то, что вы сегодня видели в шоу «Бэк» мужское и женское, то сочувствую. Нифига себе. Отстойно вам. Да, круто. Надо мне всегда так заканчивать шоу. Знаешь, типа, если у вас, типа, живет 200 тысяч тараканов в квартире, последний выпуск смотрел... То это плохо. Да, типа, я вам не завидую, ребят, хуё. Типа, если вы подожгли бомжа и съели его, типа, это не очень круто. Понятно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И сжигайте свои дома ради страховки. И рассказывайте на федеральных каналах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok